Каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17 часов. Своя правда. Право знать. Говорит Москва. Обзор прессы. Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Аножка. Смотрим вечернюю Москву. Там самая главная статья посвящена космическому кораблю «Буран», который всего лишь один раз слетал у нас. И вот после этого сейчас на ВДНХ стоит. Уже, видимо, никуда не полетит. Но, тем не менее, у него юбилей. И поэтому сегодня, и не только, кстати, вечерняя Москва, некоторые газеты делают большие рассказы о том, почему он был хороший, что он мог в беспилотном режиме совершать посадку. Но вот отказались от его использования. Смотрим аргументы и факты. Там нас ждет беспилотный комбайн Академии Академики, Российской Академии Наук о развитии науки в стране. Вот рассказывают. И если вы думали, что там уже никого нет, там все есть. И вот рассказывают о нашем развитии предстоящем. Получил 14 лет колонии строгого режима тот самый Грачев, который отрубил руки жене. И жена, вот несколько СМИ удалось поговорить с ней. Она говорит, он стихи же читал на последнем своем слове. И вообще никакого ощущения, что он хоть как-то раскаивается, нет. И она на самом деле до сих пор боится. И вот, честно говоря, сердце сжимается. Читаешь и понимаешь, что вот 14 лет там пройдут. И что потом, потом может быть его еще, не знаю, можно за хорошее поведение выйти досрочно. В общем, но в любом случае это максимальный срок по той статье, которую ему вменили. Читайте в «Комсомольской правде» рассказ, интервью от Ириты Грачевой, жены потерпевшей. Ученые раскрыли геологические секреты дна Марианской впадины. Оказывается, в мантию подтекает большое количество воды. И это тоже как-то стимулирует активность вулканическую. Ну, вообще сегодня такая хорошая. Новости вчера у себя на сайте это вывесили. Можете посмотреть. Хабаровские врачи в суде добились разрешения прооперировать младенца. Там преждевременные роды были у женщины, у которой была трехплодная беременность. Но два ребенка погибли сразу. А вот третьего, чтобы у него была более-менее хорошая жизнь, надо было прооперировать, сделать операцию на сердце. Но тут такой момент. Родители должны подписать согласие. Они решили, что зачем им больной ребенок, недоношенный. И согласие подписывать не стали. Написали отказ. И вот врачи добились через суд право сделать эту операцию. Вот провели операцию, ребенку уже три месяца, он ищет новую семью. А есть, наоборот, ситуация, когда новорожденному пожалели дать лекарства дорогостоящие для того, чтобы легкие раскрылись. И он погиб. Главврач сочла, что это излишнее, и что он и так не жизнеспособен. Но он погиб прямо в первые сутки. Его еще и записали мертворожденным. Теперь Следственный комитет ведет проверку. Возбуждено уголовное дело и так далее. Оксфордский словарь назвал токсичный словом года. Вот, оно очень хорошо отражает. Сразу несколько смыслов. Если интересно, смотрите в Вести.ру. 8.38. Это был обзор прессы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва. Спонсор программы ООО А101. А101. Живые квартиры на яркой стороне Москвы. 495-127-8797. Проектные декларации на сайте а101.ру. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграет. Поиграет, поиграет. Ранья дров, Сережа. Все вебриного рожа. Восемь часов тридцать девять минут. Пятница, шестнадцатое ноября. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио. Говорит Москва. Говорит Москва. Анастасия Аношко, ведущая этой программы И Сергей Даренко, доброе утро Слушай, я хотел про поэтов Нет, сначала про то, что пока я здоровался 4000 машин выехало на улицу Это потрясающе Пока нет, пока ты делал обзор печати И пока я здоровался Значит, я смотрел, было 690 тысяч автомобилей На улицах Москвы Сейчас 694 тысячи 422 автомобиля На 4% повысилось количество автомобилей Ровно вот за последние 5 минут народ ломанулся работать захотели Видишь, как интересно Сейчас 29 тысяч такси на улицах города И 12 тысяч каршерингов Один из таксистов был из Яндекса И он врубился в Майбах И на Кутузе Надо сказать, трагически И он погиб Сам Яндексист погиб Майбехист жив Значит, но Яндекс всмятку Почему, как, зачем Все это Кутузовская Ведь там Ты понимаешь, в чем дело Вот я все время представляю Там настолько широко И настолько широкие полосы И настолько всегда есть место Настолько широкие Майбахи, Сергей, там Именно там Даже предположим Даже предположим Да Даже предположим, что Майбах выезжает на разделительную Или что? Или Майбах там Ведет себя наверняка Тоже соответствующим образом Образом соответствующему его положению Не знаю Кто такой таксист? Кто такой У нас в какой-то машине Давай я скажу про таксистов Я скажу про таксистов Тебе добрые слова Добрые Добрые Ты же хочешь, чтобы я защищал Яндекс Я защищаю Народ У Аножки У Аножки семья в Яндексе трудится Поэтому мы должны его защищать Ага, все в такси Нет 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 Это шутка такая, знаете Ты же ты работаешь Я работаю в Яндексе И же там дальше Короче, какой-то разговор И потом, что выясняется Что человек работает в такси На самом деле Не в Яндексе В таковом Разносчики пищи Яндекс Фудделивери Тоже должны тогда Говорить, что они работают в Яндексе Слушай Нет Большинство ездит спокойно Ну большинство ездит спокойно Все, ну давайте Но скажем честно Так же Что Ахламонов хватает Ну подожди У меня все Просто Яндекс Очень большой У меня было с таксистами Проблем несколько Всего несколько Они пару раз пытались Меня убить Когда я был на мотоцикле Таксисты И так далее Всего лишь несколько проблем Я не говорю, что их много Но При этом Всегда Неумолимо Идиот Был из Яндекса Не из Гет Потому что Яндекс большой Да Как вы машин Гет видите У нас что Все в машинах Защите просто объясняю Идиот всегда был из Яндекса Ни разу не мог Понятно 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 На каждого живого человека На этой планете Приходится 6 такси Ян Нет, 6 миллионов такси Яндекс Как насекомых Понимаешь На каждого человека На этой планете Приходится 6 миллионов насекомых И 28 миллионов таксистов Яндексов Это понятно То есть их в 28 миллионов раз больше Чем людей на планете Земля Мы это понимаем Поэтому никто не спорит Слушай, давай про поэзию хоть чуть-чуть. Я хотел о поэзии. Вы знаете, что вчера поэты... Я сейчас начинаю думать. Вы сейчас вспомните, скажите, а товарищи, а кто в России поэт? Вот сегодня кто поэт? И я вспомнила в итоге Веру Полоскову. Веру Полоскову. Вот она, которая себя позиционирует как поэт. Есть детский поэт Маша Рупасова. Очень хороший. Знаете, да? Ой, какой кошмар. К нам летит комар. И вот это вот я читала, когда она... Избавьте нас от этих каникул. Вы помните, ушибленная отпуском мамы? То есть ты знаешь, что ты знаешь? Я знаю, но это детский, детский. Но Полоскова не детская. Я просто знаю, что она себя так... Ну, решила когда-то стать поэтом. Вы почему-то наставитесь, чтобы я вот так говорила... Я не наставил. Никогда не наставил ни на чем. А можно я тебя обращу внимание? Твое, что я вообще ни на чем не наставил. Безударная о... Произносится как а. Она обязательна всегда, кроме этого слова, где элегантно говорить поэт. Не элегантно говорить поэт. Не элегантно. А пионер? Пионер. Элегантно говорить. Слушай, я могу тебе сказать, что я поэтов не знаю в России. Да их и нет. Их и нет. Вот это и дело. Значит, с тех пор, как... Нет, с тех пор, как умер Андрей Вознесенский. И Евгушенко и Вознесенский. Вот два... Были два поэта. Их не осталось. И Бильжо еще есть. Бильжо не поэт. Нет, до свидания. Вот он-то поэт как раз. Ну так послушай меня. Значит, были Евгушенко и Вознесенский. Два поэта. Нет? Мне тут подсказывает Высоцкого. Но он уже не жив. Высоцкий поэт. Я люблю всех женщин, которых, когда бы то ни было, любил. То есть, всех женщин, которые... То есть, он не разлюбляет. Конечно. А вот если полюбил, он так и любит. Все. Сколько женщин полюбил, столько он их любит, носит в сердце. Это очень интересная фраза. Евгушенко. И вторая. А Вознесенский запомнился мне тем, что он какой-то момент в 96-м году предложил мне название программы. Какое? Подъем? Нет. Я собирался. Я собирался делать программу аналитическую на Первом канале. Борис Березовский сказал, пусть это будет программа называться Вехи. Вот я предлагаю Вехи. Я сказал, Вехи мне не нравятся. На что Бадри... И мне не нравится. А Бадри Патаркасашвили сказал, сказал Боря Вехи. Пусть будет Вехи. Что ты споришь в то время? Я говорю, не хочу Вехи. Да. Потом пришел Андрей Вознесенский, который сказал. Я предлагаю название программы О. Я говорю, О. Я знаю, есть целый телеканал сейчас такой, вроде с таким названием. Он сказал О. Я говорю, а что это? Поясните. Ну, мне интересно просто сказать. Он говорит, вы знаете, О, это все, и это восхищение, и в то же время о чем-то. Здесь программа О, сказал мне Андрей Вознесенский. Я в то время уже был достаточно образованным, чтобы сказать, может быть, Листуах де О. Может быть, История О. История О, сказал я. Нет, он сказал нет. Нет. Я говорю, нет, мы можем так сказать, там первое, из двух частей. До рекламы История О, Листуах де О. А второе, возвращение в Россию. Вторая часть программы. Он говорит, нет. Я настаиваю, что нет. Ну вот, и мы так спорили, но в конечном итоге назвали аналитическое программное время. С Сергеем Дарин. Честно говоря. Ну вот, с тех пор повоевтов не стало. С моей точки зрения. С моей точки зрения. Да, в новостной повестке мы вчера их вдруг обнаружили. И вдруг вчера они борют друг другу ягодицы ножами, товарищи. Ножами. Слушайте, я вам зачитаю. А? Да. Нет, это же так. Значит, что? Клоун Петька ударил клоуну Ваську. Это, знаете, мне вот этот вот из Хармса вспоминается. Пишет Даниэль, послушайте меня, фейсбук. Даниэль Орлов, который тоже Даниэль Орлов, говорит поэт. Я достучался до Витьки насчет этой странной истории Жданов. А не в стыках они пишут посты, нет? Жалко. Слушай меня. Но я тебе хотел обнаружить вот какую подробность, и тебе это будет интересно. Поэты все друг друга знают, поскольку их горсть, их горсть лучших избранных, понимаешь? Да. Поэтому они все друг друга знают. Поэтому некоторая фамильярность, она не фамильярность, а она именно семейственность. Фамильярность как семейственность. Потому что они все одна небольшая семья. Понимаешь, семья? Да. Я достучался до Витьки насчет этой странной истории с Ждановым. Жданов это зарезанный поэт. Я, значит, что я понял? Витя Кулла, Витя Кулла, во вторник утром позвонил Амарсан и попросил приютить Ивана Жданова у себя. Внимание, вам надо будет запомнить сейчас все, кто хочет понять эту историю. Что? Что? Вписка это называется. Вписка не вписка, нет. Они давно вписались. Они все одна семья. Все одна семья. Понимаешь? Послушай меня, Витя Кулла. И есть Иван Жданов. Потому что вся история будет дальше развиваться между этими двумя персонажами. Не запоминай ни Даниэля. Даниэль пофиг. Это он рассказывает, но он неинтересен. И еще есть Амарсан, который вообще неинтересен. Потому что он позвонил и попросил Витю, Ваню пристроить. Все. Идет Иван и Витя. Значит. А до этого он останавливался у Вадика. Тоже плевать. А до чего поэт? Еще один поэт. Витя был не против. Витя Кулла. Это амфитрион. Он принимает у себя Ивана. Понятно? Ты поняла или нет? Да, да, да. Как только не поймешь, сразу спрашивай. А что читать? Кто такой амфитрион? Амфитрион это хозяин дома. Да? Да. И все это тоже? В Древней Греции. Дорогая. С кем я имею дело? Амфитрион. Я имею дело с невежды. Амфитрион это тот, кто принимает у себя гостя. Угу. Так. Понимаешь? Гость это гость, а амфитрион это хозяин. Время от времени перехожу на древнегреческий. Ничего страшного. Послушай меня. Жданов приехал трезвый, бодрый. Витя, амфитрион, сразу пригласил его поучаствовать в ведении семинара поэзии. Совместно с Олесей Николаевой. Это еще поэтесса. У них там, видишь, количество поэтов множится. Витя говорит, все прошло дивно. Витя амфитрион, да? А Олеся, она дерзает читать стихи. После семинара Жданов сходил на встречу с какими-то якутами. И ему, наверное, налили. После чего он вернулся на семинар поэзии. Значит, он сел с краю где-то, потому что был пьян, и стал слушать стихи. Ждать, когда дочитают уже все эти стихотворения, и они поедут к Вите ночевать. Вдруг он стал кричать. Ты говеные стихи читаешь при мне, великом поэте Иване Жданове. И стал оскорблять поэтессу Олесю Николаеву. Витя ведет семинар, Ваня сидит пьяный и кричит, ты говеные стихи. А это семинар был вебинар, у меня вопрос. Нет. Если ты шутку страшила, у тебя же нет мозга, как ты хочешь. Послушай меня, ты перебиваешь, потому что тебе уже тяжеловато, слушатели? Объясни мне просто, тебе тяжеловато. Нет. Ты слишком перенагрузила мозг. От Вити, Олеси и всех. А знаете, сколько ему лет? Кому? Я сейчас посмотрела. 68. 70. Я думала, это молодые люди какие-то. Он сидит пьяный, Ваня сидит пьяный, а Витя ведет семинар, а Олеси читает стихи. И Ваня говорит, ты говеные стихи читаешь при мне, великом поэте. Понятно? Значит, стал оскорблять поэтессу. Сорвался семинар, пришла охрана, стали кого-то вязать. Жданова под руки вывели из Литинститута. Витя вызвал такси и повез Жданова. Значит, у Жданова есть квартира, он там живет сын, и поэтому он должен жить у Вити. Витя по дороге из Барнаула звонила какая-то знакомая. Сказала, Ваня ни в коем случае не наливается. Но Витя сказал, Ваню уже налили. Уже налили. Ничего не поделаешь. Его накормили. Его накормили. И в районе полуноча уложили. За ужином Витя стал спрашивать Ивана, зачем ты обидел девушку? Он говорит, нет, ничего такого не было. Отрицал Жданов. Хорошо. На утро, на утро, Жданов сказал, налей. Тот сказал, нет. Мой друг, тебе дела надо делать. К тому же звонила твоя знакомая из Барнаула, которая просила тебе не наливать. Значит, Витя попросил, обиделся и ушел в другую комнату. Жданов пришел в ярость и жестоко Витю избил. Жестоко избил Витю. Амфитриона. Хозяина квартиры. Укулы, все лицо в гематомах, в побоях. Все видно в мессенджере. Весь синий, избитое лицо. Это гость его избил. После чего Витя пошел на кухню, взял нож и показал Ване. Ваня, это все поэты. И сказал, Ваня, уезжай, не доводи до греха. Ваня сказал, хорошо, я пойду собираться. Он ушел в комнату и там сидел. Долгое время Витя решил проверить. И вдруг он видит, что в той комнате, где Ваня спал, он сидит у балконной двери с проколотой задницей. И с задницы торчит ножик. Все на ковре в крови. Ванечка, что с тобой, спросил Витя. Это все жизнь поэтов. Ага, зло процедил Жданов. Теперь я тебя посажу. Теперь я тебя посажу. Приехала полиция, заковала Витьку в наручники. Стала проводить все полагающие следственные дети. Значит, промурыжили там почти сутки. Взяли штраф в 500 рублей за пьяный дебош и отпустили. Жданов в реанимации. То есть он так себе воткнул нож в ягодицу. Жданов. А может быть. Да, дорогая. Поэты порезались и прочее, прочее. Хорошо только у Леси. Она прочитала стихи, ее позлали куда подальше, она ушла спать. А все остальные пошли резаться. Вот жизнь поэтов. Витя дома доступен. А в реанимации лежит Иван Жданов, поэт. Прикинь? Да. Вот эта история. Я начал искать поэзию эту. Я тебе хочу сказать, она есть. Но вы прочитаете нам что-нибудь? То есть когда вы насмехаетесь над Ждановым, который воткнул себе в задницу нож, то ли Витя воткнул ему в задницу нож. Витя с фамилией Куло, которая у меня прослышалась сразу как по-испански Куло задница. Знаешь Куло? А я когда увидела эту фамилию, подумала, что он как-то сейчас сделай лицо, что ты понимаешь. Да. Сделай лицо такое, как делает... Устроим батл. Сделай лицо, как ирландский сетер, который вот такой вот... Я не знаю, как он выглядит. Вот ирландский сетер. Вот уже у тебя получается. Сделай лицо ирландского сетера. С этим лицом надо слушать поэзию. Стоишь одна у входа в этот лес, где каждый лист потомок ожиданий, и каждый шаг отчетлив, как последний. Уже не вдох стоит перед тобой, а ты на вдохе ищешь равновесия, как дышат травы, облака и годы. Лицо дождя, заплаканное в день, когда он шел, теперь уже просветлело. Его глазами смотришь ты на ветве. Ты входишь в куб зеркальный изнутри, где птичья ночь шуршит в его объеме, и прошлогодний снег щекочет губы, как смертный звук, пробившийся из тьмы, еще незрима, но уже знакома. Слух отстраненный прячется в пылинке. Не так ли сердце взвешивает стук? Ну что ты скажешь, дорогая, сейчас? Нет? Нет. Я говорю, а почему нет? Нет. Давайте кули. Жить? Нет, кули не существует такого. Нет. Поэт. Потому что этот великий, великий поэт, он поэт, но он не настолько великий, чтобы его читать. Душа проснется, и тогда заплачет полная вода, найдет сестрица братца, а нам пора прощаться, и взрогнет на воде кольцо, с козлиным профилем лицо, мелькнет и улыбнется, сестрица отзовется, вот в шоп от сыплется. Трава. Она мертва, она права, что ей теперь приснится, и нет нигде копытца, один стакан, и тот разбится, на Аленушка глядит, и ветер шепот шевелит. Мы молча в шепот сходим, и там себя находим. Здесь нас поддерживает свет, и на двоих разлуки нет, найдет сестрица братца, а нам пора прощаться. Что? Я не понимаю, тебя не трогает это? Я не вижу, я не вижу, я не вижу, как твое сердце вибрирует в унисон. Поэтому, тогда пусть он, что, смерть поэту? Да нет, ну почему? Пусть лечится, поправляется, здоровечко там, не пить больше обязательно. Я буду как знакомая с Барнаула, время от времени дозваниваться до его вписок и говорить, не наливайте. Не наливайте поэту. Все беды, только от этого. Знаете, как? Ну, меня потрясло, меня потрясло в этой новости, где попороли друг друга, или сами себя, поэты ножами, меня потрясло в этой новости само наличие поэтов в России. У меня тоже. А, у меня еще стереотворение, да, вот. Меня потрясло само наличие поэтов, вот это удивительно. Алло, здравствуйте, вы поэт, алло, здравствуйте. Я хочу сказать слова, к сожалению, по поводу участия этих творческих людей. Да. Представьте себе, у них единственный шанс быть процитированными. Это взаимодействие ножом. Это возьмите себе в задницу нож. Побразить себе трагизм их судьбы и жизни. Вот где бы я еще услышал эти проникновенные строки? Такой степенью проникновенные, что просто ощущаешь, что и прошли сквозь меня и куда-то исчезли. Ну, если бы этот человек, отчаявшись, не принял холодное оружие по адресу своей задницы. Спасибо. Есть такая кровь с незрячим взором, что помимо сердца может жить. Есть такое время, за которым никаким часам не уследить. Мимо царств прошедшие народы. Листобоем двинутся в леса, вдоль перрона, на краю природы проплывут, как окна небеса. Проплывут замедленные лица, вскрикнет птица. Это лист падет, только долго, долго будет длиться. Под твоей рукой его полет. Подъем в движении. Мать, движение начинается. Прямо было 690 тысяч, уже 720 лет. Ты видишь или нет? Вот товарищи, вы ездите на работу, когда китайцы уже едут с работы. Как вы хотите их обогнать? Объясните мне, пожалуйста. Значит, вас было 830, 690 тысяч на дорогах Москвы. Потом только новости прошли, стало 694. Сейчас 725. То есть, строго говоря, за полчаса вас выехало на дороге 35 тысяч человек. 35 тысяч автомобилей. А толку никакого. А толку никакого. Вы все еще не догнали Китай, товарищи. А там, может, выезжает, может, и меньше выезжает. А толку больше. Я не знаю, как вы так устроились по жизни. 732. Уже 42 тысячи выехало за полчаса. 732. Вот у меня поменялось. Понимаешь? Значит, хорошо. Это я сейчас вам рассказываю, потому что у меня есть карта центра ЦОДД. ЦОДД. Общая загруженность по Москве. 5 баллов по данным ЦОДД. Люблинская улица. 7 баллов на въезд. 7 баллов на выезд. Андропова. 7 баллов в центр. 7 баллов. Коширка в центр. Очень плохо. А Липецкая улица всего лишь 5. Там отдыхают. Варшавка. 7 баллов в центр. Видите? Севастопольский. 7 баллов в центр. Очень плохо все. Ну вот. А по Москве 5 баллов. Новости. Внимание. Внимание. Говорит Москва. 94,8. 9 утра в столице. В студии с новостями Антон Кравченко. Здравствуйте. В результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб водитель такси. Крупная авария произошла сегодня утром в районе дома 55. Столкнулись автомобили Mercedes Maybach и такси Hyundai Solaris. Как сообщили при службе столичного управления ГИБДД, движение по проспекту ограничено по двум полосам в каждую сторону. Отмечается, что в машине такси также находилась пассажирка, ее зажало в салоне. Последствия аварии сейчас устраняются. Длина пробки по Кутузовскому проспекту в сторону центра составляет более 6 километров. Во время приготовления наркотиков в московской квартире погремел взрыв. ЧП произошло накануне в жилом доме на Нагорной улице. В результате пострадали три человека, обвалилась одна из стен квартиры. Как предает агентство ТАСС, ссылка на источник в правоохранительных органах. Подозреваемый установлен, ранее он уже был судим за распространение наркотиков. Хозяин квартиры и его мать госпитализированы. Еще одной пострадавшей женщине медпомощь была оказана на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пьяного авиапассажира сняли с рейса в аэропорту Сочи. 54-летний житель Москвы направлялся домой. В салоне самолета он стал нарушать общественный порядок, не реагируя на замечание экипажа воздушного судна. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Медосвидетельство не подтвердило, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Номер машины, на которой разбился Виктор Цой, продали за 2 миллиона рублей. Регистрационный знак автомобиля «Москвич-2141» был реализован в ходе торгов. Как сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд», номер Я-6832ММ продали по стартовой цене. За 2 миллиона 600 тысяч рублей была продана доверенность на управление машиной. Кроме того, на торги выставлялись свидетельства о смерти Виктора Цой и рисунок на записке, которая была адресована рок-музыканту Вячеславу Бутусову. Их продать не удалось. И в Кувейте запретили братьев Карамазовых. Министерство информации страны включило почти тысячу книг в список запрещенной литературы, в том числе и роман Федора Достоевского. Как сообщает «Гардиан», попавшие в перечень запрещенных книги должны были войти в программу местного литературного фестиваля, но цензуру не прошли. За последние пять лет власти Кувейта внесли в черный список более 4 тысяч книг. Среди которых Собор Парижской Богоматери Виктору Гюго и 100 лет одиночества Габриэля Гарсия Маркеса. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на сегодня 66,62 рубля, евро 75,54. И о погоде в эти минуты в Москве минус 7. В течение дня переменная облачность, осадков не ожидается. Будет относительно безветренная погода. Температура воздуха будет держаться около нуля. Вечером похолодает до минус 5. Таковы главные темы к этому часу. Антон Кравченко, «Говорит Москва». Найти лекарство за полминуты. Заказать препарат за полцены. Выбрать аптеку на полпути к дому. Все это может сайт asna.ru. Давайте экономить. Микролакс номер 4 за 275 рублей. Внимание! Asna.ru вызывает привыкание к удобству. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Планируете ремонт? Решили обновить отделку квартиры или дома? Вас приглашает Центр ремонта и дизайна «Метр квадратный». Огромный выбор товаров, бесплатные консультации, индивидуальные ценовые предложения. Все это в одном удобно расположенном месте вблизи метро «Волгоградский проспект». Метр квадратный пересечения «Волгоградского проспекта» и третьего транспортного кольца. Приглашаем дизайнеров к сотрудничеству. Сколько гостей поместится за праздничным столом? Обычно не более десяти. В квартире от А101 с кухней-гостиной места хватит всем. А101. Живые квартиры с кухней-гостиной на яркой стороне Москвы. 495-127-8797. 1-2-7-8-7-9-7. Застройщик ООО А101. Проектные декларации на сайте asna.ru. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Радио «Говорит Москва» совместно с Русфондом собирает деньги на спасение Богдана Цеденова из Москвы. У мальчика врожденный порог сердца. Дефект межпредсердной перегородки, который стремительно увеличивается. Богдан маленький, хрупкий и слабый. Он быстро устает. При малейшей нагрузке тяжело дышит и жалуется на боль в груди. На лице проявляется синева. Врачи настаивают на срочной операции. Но у мальчика из ТВ в Москве лишь временная регистрация. Поэтому лечение в столичной клинике для него платное. А мама Богдана, в одиночку воспитывающая двоих детей, найти нужную сумму не в силах. Для спасения мальчика необходимо собрать 332 тысячи 10 рублей. Вы можете помочь Богдану Цеденову, сделав СМС-пожертвование. Отправьте слово «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна Ваша помощь, можно найти на сайте русфонд.ру. Право знать. Говорит Москва. Спонсор программы ООО А101. А101. Живые квартиры на яркой стороне Москвы. 495-127-8797. Проектные декларации на сайте а101.ру. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Серёжа, пастушок, поиграешь. Поиграешь, поиграешь. Ранья дров, Серёжа. Все вебриного рожа. Девять часов шесть минут пятница 16 ноября. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это радио Говорит Москва. Говорит Москва. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анастасия Аножко, ведущая этой программы. И Сергей Даренко, доброе удовольствие. Да, Настя. Значит, смотри, Мединский, с моей точки зрения, делает одну... Одну? Нет. Мединский делает миллион ошибок, но одну совсем глупую. Я бы сказал этому человеку несвойственна дальновидность, как мне представляется. Мне кажется, что он хронически... Как тебе сказать, есть люди, у которых хитрость заменяет ум. Хитрость заменяет ум. И среди них есть весьма такие удачливые карьеристики, которых я начинаю вспоминать, когда я смотрю на Мединского. Эти карьеристы, у них хитрость заменяет ум, и они такие... Они удачливы, действительно, потому что они умеют сдавать мгновенные экзамены. Понимаешь, да? Они умеют поддакивать со всей решительностью. И всем кажется, что они занимают позицию. На самом деле, позиции нет. Они ее не угадывают. И, конечно, дальше своего носа не видят. Понимаешь? Пытаются угадать... Вернее, прости. Они пытаются угадать свою позицию в глазах начальства, но вот не видят глобально. Я напомню этому украинскому деревенскому... Я не против того, что он украинский. Я украинец. Я украинец. Мединский из украинской деревни. Выходец из украинской деревни. Украинская деревня много дала нам выдающихся государственных деятелей, кроме Мединского, пожалуйста. Но дело не в этом. А в том, что он всю свою жизнь пробивался и угадывал, угадывал в глазах начальства. Понимаешь? Угадывал. Угадывал правильный ответ. И забыл, может быть... А может, не знает, как произошло столкновение поколений, эстетическое столкновение поколений в 80-е годы. Понимаешь? Вот как это произошло. Вот почему, например, там какие-то силы в Советском Союзе начали разваливать монополию власти, в сущности, да, монополию КПСС на власть. А почему огромное большинство молодых людей поддержало это? Почему? Молодых, пожилых, разных. Почему? Мединский... Вот еще, могло же быть такое, что, например, так сказать, там Яковлев что-то говорит, да? А все хохочут. Ну, дурачок говорит. Что там дурачок говорит? Понимаешь, да? Угу. Ну, все хохочут и все говорят. Да пошел ты. Нет. Все поддержали. А почему поддержали? Потому что политического разногласия... Я настаиваю на этом, буду до конца наставить. Политических разногласий у нас не было. У нас не было. Потому что у нас не было оформившейся политической идеи. У нас ее не было вообще. У нас было просто презрение к старшим. Мы их презирали. Ты понимаешь, вот это гигантское... Я пытаюсь научить Мединского, но нет. Я знаю, что я его не научу. Я не научу Мединского. Фраза, которую я говорю сейчас, она выталкивает фразу, которая у него очень маленький, между ушами маленький объем. И как только я вставляю новую фразу, предыдущая вываливается. Понимаешь, да? Поэтому он не запомнит, но может быть кто-то рядом с ним. Смысл в том, что у нас не было политических разногласий с отцами. Не было. И с дедами не было политических разногласий. В силу того, что мы были политически стерильными идиотами. Мы были. Не политической силой. У нас не было политических идей. Никакой борьбы с властью, никакой борьбы. Ничего у нас в головах не было. Вообще. Что же у нас было? И это действительно было. У нас было презрение к старшим. Мы их презирали. На основе эстетической розни. То есть они принадлежали к другой культуре. Мы были как бы другим народом. А они были одним народом, а мы другим. Понимаешь? И мы чувствовали свое превосходство в силу новизны. В силу новизны и прогрессивности, как нам представлялось. На самом деле. А мы чувствовали свое превосходство по отношению к старшим. И мы их презирали. Как отсталых. Понимаете, да? Вот если Мединский мог это понять, то я бы ему сказал, что в тот момент, когда возникло противостояние хоть какое-то, мы поддержали это противостояние, не имея политических воззрений. Ровно потому, что мы презирали старших. Мы их презирали. А почему мы презирали их? Потому что они не давали нам развиваться в рамках современной культуры. Запрещали. Это было запрещено. И мы запретно развивались. Понимаешь? То есть старшие на нас шипели, кричали, выбрасывали наши магнитофоны в окно. У нас были магнитофоны, скорость 9.5, 19. Была скорость 19. Значит, была скорость 9.5. Мы перетачивали с 19 на 9.5, чтобы меньше в обидно и так далее. Значит, это целая субкультура. Понимаешь, да? Такая тайная. Когда родители брали магнитофоны, стояли около окна и говорили, сейчас швырну в окно. Сейчас швырну в окно с этой твоей дурацкой музыкой. Понимаешь? Было страшно. И мы их интенсивно ненавидели. Родителей. Понимаешь? И в тот момент, когда мир родителей можно было обрушить, по любой причине, в интересах любых сил, мы присоединялись к любой деструкции. К любой деструкции. Вот кто бы ни говорил, я разрушу, мы говорили, да, я с тобой. Да, я с тобой. Почему? Скажи, пожалуйста, а почему я присоединялся? Товарищ, а ты что, планировал что-то разрушать? Нет. Нет, я не планировал. А что, ты сильно поддерживал эти идеалы? Нет, не очень. Не очень сильно, нет. А почему ты, Сережа, вот только мне вопрос, да? Почему ты, Сережа, присоединялся к любым силам деструкции? Ответ прост. Я ненавидел этот мир. Понимаешь? А почему я ненавидел этот мир? Потому что такие, как Мединский, запрещали мне все. Мединский. Поэтому я разрушал этот мир от ненависти, не имея политических воззрений, я сочувствовал любой деструкции. Например, понятно, да? Мне говорят, разруш... Если бы я был молодой, мне было бы 25. Да, условно, 25. И мне бы сказали, разрушь мир Мединского. Я абсолютно с удовольствием бы это сказал. Нажми на кнопку, и мир Мединского рухнет. Пожалуйста, дайте кнопку. Где кнопка? Понятно, да? Да. В этом то, что делает Мединский, есть разрушение. Есть разрушение, потому что Мединский не дает реке течь, не дает естеству развиваться, готовя кошмарное разрушение, деструкцию. Человек работает на деструкцию. И тем страшнее будет деструкция, тем больше он будет строить эту свою Днепрогрессу знаменитую. Понимаешь? Тем страшнее будет деструкция. Потому что это глупо. То, что они сказали. Сейчас Министерство культуры заявило. Мы не работаем на соцсети, а работаем на российский народ. То есть российский народ, ты знаешь, да, об этом что-то? А соцсети? Нет, 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 нет. Там какой-то Бондаренко или кто-то заявил вчера, я читал об этом в Телеграме, что, значит, соцсети хотят вернуть Егора Летова в голосование. Нарои, голосование, там, чипсы. Да, абсолютно верно, Нарои. Совершенно верно, спасибо. Очень хорошо. Значит, и некто Бондаренко, если не ошибаюсь, сказал, значит, мы не работаем на соцсети, мы работаем на российский народ. Тем самым, тем самым господин Бондаренко нарисовал мужика в лаптях, блюющего в канаве, которого он окормляет духовно, духовно, понимаешь? Да. Поднося зажигалку к его пердящей жопе. Ну, это же весело, правда? То есть, Министерство культуры окормляет духовно какой-то такой российский народ, какой-то, а у них есть свой... Который не заходит в интернет. Да, такой российский народ, они окормляют, который не знает интернета. То есть, это специальный какой-то блюющий мужик в кирзовых сапогах или в лаптях, он стоит, смотрите, рачком в канаве, рачком в канаве, отрыгивая что-то такое, там, Оливье, а рядом Бондаренко подсовывает зажигалку к пердящей жопе и говорит, смотри, как весело, смотри, как весело. Загорать, нужно загорать, сиротодород, знаешь, говорит. Видела тупое еще тупее? Да. Там, ну, это было, Сергей. Ну, да, я вспомнил. Ну, да, я вспомнил. Надо пересмотреть. Есть какие-то основополагающие вещи, которые... Ну, я не знаю, где можно это сделать. Я же не знаю про интернет. А, ты же не знаешь. Как часть народа. Я же попросила Мединский. Мединский сказал, что Егора Летова любят маргиналы. Маргиналы. Потому что все остальные любят Мединского. Конечно. У всех на полочке Мединский. Они его считают с удовольствием. Понимаешь? И они, и они, так сказать, конечно, не хотят это самое. Не хотят слушать Егора Летова. Но это просто, им просто гадко, наверное, мне кажется. Нет? Не знаю. Скажи, что я должна сделать. Сейчас зайду. У Насти есть пароль. У меня нет интернета, но есть пароль, да. А как таксистка у нее есть пароль на Яндекс. Знаете, что в Яндексе работают таксисты. Ну вот. Поэтому спасибо. Спасибо большое. Я хотел поставить вам маргиналом. Я думаю, что среди наших слушателей есть омерзительные маргиналы, которые слушают все-таки Егора Летова. Что-нибудь из него поставить. А? Полванкой в танк ударила, и лопнула броня, и мелкими осколками, и мелкими осколками поранила меня. Ой, Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходить. Будет задужить. Очнулся я в болоте, очнулся я в болоте, очнулся я в болоте, очнулся я в болоте. Глядь, вяжут раны мне, а танк с броней пробитой, а танк с броней пробитой, а танк с броней пробитой догорает в стороне. Ой, Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить В танковой бригаде не приходится тужить И вот нас вызывают, и вот нас вызывают И вот нас вызывают в особый наш отдел Скажи, а почему ты, скажи, а почему ты Скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел Ой, Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить В танковой бригаде не приходится тужить Вы меня простите, вы меня простите Вы меня простите, это я им говорю В следующей атаке, в следующей атаке В следующей атаке обязательно сгорю Ой, Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить В танковой бригаде не приходится тужить Ой, Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить В танковой бригаде не приходится тужить — Значит, Мединский работает на деструкцию. И понимаете, Мединский, если вам повезет, то вы будете жить в эпоху деконструкции, а если не повезет, то в эпоху деструкции вашего мира. — Ваш мир будет подвергнут деконструкции, если вам повезет, или деструкции, если вам не повезет. И все, кому вы сейчас мешаете самопроявляться, в том числе эстетически, имеют против вас эстетический зуб, против вашего мира, который вы защищаете. — И люди, которые получают эстетическую стену, которую вы ставите на пути их развития, они проголосуют за любую деконструкцию. За любую. Так, как это мы сделали в 80-е. — Вот я в 80-е охотно желал смерти, охотно желал смерти миру своих родителей, потому что я его ненавидел. А я его ненавидел чисто эстетически. Понимаете? — Мединский, вы понимаете, что вы делаете? Вы просто враг, вы просто враг стабильности. Вы готовите, вы готовите разрушения. Вы, 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 вы Годзилла современности, Мединский. Вы чудовище. — 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. — Добрый выбор, Сергей Васильевич. Дмитрий Москва. — Здравствуйте. — Сергей, ну здесь дискуссий никаких не должно быть даже. Ну, нравится кому-то леток, кому-то он не нравится. Мединский тут при чем? — Мединский при чем? Мне казалось, что я объяснил. Мне казалось, что я объяснил. — Нет, вы объяснили, что он в интернете там... — Он борется и очень активно. — Да, он очень борется и очень активно против, значит, он борется... — Ветерными милициями. — Да, да, ветерными милициями. Обзывает маргиналами людей, показывает свое презрение и неготовность слышать людей, понимаете? — Ну, по-человеку. — Ну, он не умный человек, не умный, абсолютно не умный человек. Да, совершенно верно, совершенно верно. 7373948, алло, здравствуйте. — Тихо. Алло, добрый. — Да, и все. Здравствуйте, Сергей. — Сергей, вы знаете, что я хочу сказать? Ну, давайте к Минскому подойдем чуть-чуть пожуще. Он человек, который решает свои мелкие тактические, технические вопросы. Давайте спорим его в бэкграун, в госдуме, в госдуме, в московской думе. Какие книжки он писал? Ну, это же абсолютная конъюнктура, поэтому вы, мне кажется, слишком даже комплементарно к нему относитесь. — Почему вы говорите? Послушайте меня. Из всех идиотов, которые готовили потрясение для России, самым умным был Суслов. Но, значит, Суслов, по крайней мере, имел воззрение. Все остальные действительно были просто мелкие карьеристишки. Ну и что? Так они мелкие карьеристишки, но они ведут к деструкции. Их мысли... — Я что хочу сказать? Ну, давайте еще подумаем, что он человек, ну, мягко говоря, не очень далекий, мягко говоря, мелкий, и, мягко говоря, масштабу личности и мышления не велик. Из них, из всех, из всех, из всех деструкторов, единственный умный был Суслов, а до него победоносцев. Все остальные были глупы. Все остальные были глупы. Ну, как вы не понимаете? — Ян Кронштадт еще тоже. — Ян Кронштадт. Все остальные были глупы, но это не отменило деструкции. Все равно деструкция последовала за их упражнениями. — Ну, все-таки давайте надеяться на то, что вот в силу мелочности, причем полностью тактических задач, которые решаются, никакой стратегии нет. Ох, в школе учился. Он, наверное, двоечник был или троечник, хоть и карьерист. Мне кажется, что масштаб дискурции в этом случае не может быть большим. Ну, опять же, это мое мнение. — Не знаю. А я думаю, я думаю, что его воспринимают всерьез. Ты думаешь, что Мединского министра культуры Мединский? Где-нибудь в каком-нибудь районе Омска, в каком-нибудь на заводе «Полет», где я жил. Знаешь, я жил на заводе «Полет» в Омске. Где-нибудь на заводе «Полет» живет парень, например, сейчас, да? Ему 20. Он слушает лету. Ну, это земляк, это эпос, это культура, это пласт. И он слышит, что он маргинал от министра культуры Российской Федерации. Он же относится, мы-то понимаем, что за биологическая материя Мединский. Мы понимаем, что Мединский, вид биологической материи, самый презренный. Мы понимаем. Но парень в Омске на заводе «Чкалова» воспринимает его как Российскую Федерацию. Ты понимаешь, в чем дело? И в этом кошмар. Потому что у этого парня возникает эстетическое неприятие министра культуры Российской Федерации. И здесь есть четыре слова, и каждая из четырех важно. Понимаешь? И каждая из четырех важно. И таким образом, когда вы говорите, что Мединский – ничтожество, но для парня в Омске, он министр культуры, внимание, Российской Федерации. Здесь четыре слова, и каждая важна. И этот парень накапливает злобу против министра, против культуры, против Российской, против Федерации. Он накапливает досаду, злобу и досаду. Этот парень на заводе «Чкалова». И это эстетическое чувство. И его дарит ему министр культуры Российской Федерации. Это абсолютно существенно. Если вы думаете, что это несущественно, я вас разочарую. Здесь, в Москве, вам кажется, что Мединский – выскочка, карьеристишка и, в общем, ничтожество. Но там, в Омске, люди думают, что это Российская Федерация встала у них на пути. Эстетически Российская Федерация их глушит. Да не только в Омске. Потому что оживились люди по всей стране. В Омске точно. Но я говорю про Омск, потому что я его чувствую, я его знаю. Я его чувствую. Инициатива такая интересная, которая могла подружить два мира, которые традиционно идут порознь. И был проблеск, что вдруг все поменялось. Мы же уже вроде в другом. Да, здравствуйте. Слушайте, мне кажется, в принципе, не должно удивлять подобное обмельчание. Потому что, ну, Мединский – это свой уровень. Я думаю, что такой ситуации при Швыдком, например, вряд ли бы могло быть. Швыдкой бы выкрутился. Но Никакой тоже не могла... Швыдкой – дипломат. Нет, Швыдкой – дипломат. Он абсолютно не из культуры Лето, Швыдкой. Но он бы... Но он достаточно интеллигентен, да. Он бы нашел аргументы, почему нельзя назвать аэропорт именем человека с первшим, потому что он убил себе государство. Ну, например. Ну и так далее. То есть, нет, Швыдкой бы выкрутился, вы правы. Он бы выкрутился. Я про другое немножко. Я про то, что чем мельче, тем ближе дно. И это тенденция не только Минкультуры. Потому что вот я, например, человек из связи, и подобная жизнь... Ну, я скажу, что это деградация, да. Она, допустим, из Министерства связи. Из Минсвязи ушло очень много действительно, как бы, авторитетных людей. И были довольно авторитетные министры, которых заменили вообще... Я не понимаю, кто эти люди. В Минсельхозе были весьма грамотные люди, которые хотя бы были из отрасли. И кем их заменили? И это можно подобраться к любому органу исполнительной власти. Но это... Власть-то все равно исполнительная. Но как они исполняют, это удивительно. Это правда. Спасибо. Но это удивительно. Это вот, наверное, самый точный термин. Значит, смотрите, в центре скорость движения в Москве в среднем 22 км в час. Из центра 39 км в час. Из центра тоже трудновато. Я должен сказать, что из центра... Что ли уже на дачу поехали? Не знаю. На дачу? Мороз на улице. Мне все говорят... Ну, ты понимаешь, в чем дело? Ну, это жизнь на два дома. Она типична для Москвы. Мороз, не мороз. Какая разница? Ну, что? А что же? Разве плохо хрустят дровишки в печушке какой-нибудь? У меня на терраске стоит печушка белорусская такая со стеклом. Милое дело, я тебе хочу сказать. И я там так топлю хорошо. Мне говорят, нельзя сосной топить и тем нельзя. Да, вам нельзя. А мне можно. Мне все можно. Я и сосной могу топить. И обрезками досок могу топить. И ничего мне не делается от этого. Ты знаешь? Нет. Ты не мог купить березовых дров? Да не мог я купить. Не хочу. И я так хорошо топлю. Постепенно раздеваюсь. Сначала начинаешь в куртке топить. Потом куртку снимаешь. Потом свитер снимаешь. Понимаешь? Потом все остальное. Ну, да. Нет, это я тебе не доверю эту информацию. Дальше уже нельзя рассказывать. Понимаешь? Ну, так вот. Нет. Я еще приму звонок. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло, здравствуйте. Сергей Анатольевич. Здравствуйте. Душинский житель. Здравствуйте. Про Мединскую можно, да, буквально? Да, да. Смотрите, на самом деле, мне кажется, не надо так к нему относиться в том плане, что очень предвзято, да, потому что в Мединске всего лишь часть системы. Он один из. Да, я просто хочу вам напомнить такой короткий такой экскурс, да, в ближайшую нашу историю, когда вводили у нас нулевое промилле, если вы помните. Да. Ну, тогдашнему президенту задали вопрос, да, мол, а как же вот за границей, там, у них там 0,1, 0,2, 0,3 промилле, там, и так далее, да, вот они ездят, и ничего. Что он ответил? Он сказал, рылом не вышли. Прямо эта цитата? Да, да, вы можете посмотреть на гугле, там есть, он говорит, рылом не вышли. Это было сказано, я это помню, мне это взбесило, на самом деле, тогда просто, да, вот, до белины. Вот это было сказано. Понимаете, если президент такие вещи говорит, да, как бы, то что вы ждете от министра? Это Медведев сказал или... Это нулевое промилле вводили при Медведеве. Медведев. Тогда был Медведев, да. И когда ему задали вопрос, там была цитата, что, да, он говорит, рылом не вышли. Вот и все. Новости, новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Девять часов тридцать минут столицы. В студии с новостями Антон Кравченко. Доброе утро. В Японии пообещали в случае получения курил не размещать на них военные базы США. Об этом заявил японский премьер Синдзо Абе в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Сингапуре. В соответствии с японо-американским договором безопасности Соединенные Штаты могут размещать свои базы на всей территории страны, но объекты не могут быть размещены без согласия Токио. Ранее стало известно, что Абе хочет предложить Путину ускорить переговоры по территориальному вопросу. Предполагается, что стороны намерены обсудить заключение мирного договора на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно документу, Москва допускает передачу Японии островов Хабамай и Шикотан. Сбербанк готов выдавать гражданам России новые электронные паспорта. Удостоверение может включать в себя СНИЛС, ИНН и водительские права. Об этом известием рассказал зампредправления кредитной организации Анатолий Попов. Удостоверение личности нового поколения появится в России до 2024 года. Документ заменит собой обычный общегражданский паспорт. Также обсуждается возможность интеграции в новые права, ИНН с НИЛС и водительских прав. Предоставлять госуслуги населению смогут все кредитные организации, отвечающие ряду требований, отметили в Минэкономразвитии. Однако пока другие банки, кроме Сбербанка, не подключились к реализации этого проекта. В результате циклона на юге Индии погибли 11 человек. В безопасные районы эвакуированы более 76 тысяч местных жителей. Об этом сообщает газета India Today со ссылкой на местные власти. На ликвидацию последствий разгула стихии в пострадавшие районы направлены бригады национальных сил реагирования. Проливные дожди, сопровождаемые сильным ветром, обрушились на прибрежные районы штата Тамилнат накануне. Ночью циклон усилился, в городах повалено деревья, в некоторых районах отключено электричество. В общеобразовательных учреждениях отменены занятия. Реконструкцию замка Ласточкино-Гнездо в Крыму оценили в 117 миллионов рублей. Такие данные привели в Госкомитете по охране культурного наследия республики. Ранее о сметной стоимости работы и сроках их выполнения не сообщалось. В прошлые годы отдельные части замка приходили в аварийное состояние, а там проводились восстановительные работы. Комплексная реконструкция зданий обсуждается уже несколько лет. В Госкомитете уточнили, что 95% средств выделят в федеральный бюджет, а остальные пойдут из региональной казны. Окончание строительных работ планируется в апреле 2020 года. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на сегодня 66 рублей 62 копейки, евро 75,54. И о погоде. В эти минуты в Москве минус 6. В течение дня переменная облачность. Осадков не ожидается. Будет относительно безветренная погода. Температура воздуха будет держаться около 0 градусов. Вечером похолодает до минус 5. Таковы главные темы к этой минуте. Антон Кравченко. Говорит Москва. Рублевский. Дарим Италию. Купите сыровеленную колбасу производства Рублевский и выиграйте путешествие на двоих в Италию. На родину Салями. 5 роскошных видов, 5 роскошных вкусов. Салями Даль Борго. Салями Даль Норчино. Салями Контадино. Ботега Милану. Браво Маэстро. Купите сыровеленную колбасу производства Рублевский и выиграйте путешествие на двоих в Италию. Срок проведения акции по 29 декабря 2018 года. Подробности в организаторе акции и правилах количества призов в порядок их получения на сайте darimitalia.rf. Здравствуйте. Сегодня разговариваем о сделках с недвижимостью в текущий период. У нас в гостях генеральный директор агентства «Простор недвижимость» и президент гильдии релторов Москвы Сергей Саяпин. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ситуация на рынке в данный момент сложная, но в целом стабильная. То есть да, ценовое движение есть, немножечко оно такое снижающееся, но в каждом сегменте рынка по-своему и даже в каждом районе Москвы по-своему. То есть в одном районе цены чуть-чуть растут, в другом цены могут чуть-чуть падать. Такая ситуация. Хорошо, Сергей. Вот допустим, я хочу продать квартиру сейчас. Как мне провести сделку максимально быстро и выгодно для себя? Из чего вообще начать? Первое, что бы я посоветовал, это обратиться сразу в крупные зарекомендовавшие себя на рынке агентства недвижимости за просто предварительной консультацией. Четко по вашей ситуации, по вашей квартире. Если вы решили ее продать или обменять, вы получите первичную консультацию, а дальше уже решаете проводить сделку самостоятельно или прибегнуть к помощи профессиональных риэлторов. С технической точки зрения сделку провести самостоятельно вы можете. В интернете есть куча ресурсов и возможностей для этого. Другое дело, сколько у вас это времени займет этот процесс и насколько он будет выгоден. Ведь как показывает практика, собственники самостоятельно даже рекламные объявления не могут поддерживать эффективно. То есть каждый день его обновлять, каждый день добиваться того, чтобы оно находилось в верхней части по выдаче. И это влечет к тому, что не получается продать квартиру максимально дорого. Да и более того, собственно, кстати, не всегда хорошо представляют цену своей недвижимости, потому что это не такой однозначный вопрос и часто даже проигрывают на этом. Поэтому, как правило, риэлторская компания продает дороже, чем вы сами. Уважаемые слушатели, я рекомендую, естественно, для начала звонить и консультироваться у экспертов нашей компании. В агентстве недвижимости Простор совершенно бесплатно вас проконсультируют и о стоимости, и о технологии сделка. Телефон 921-4901, код Москвы 495. 921-4901. Звоните, консультируйтесь, мы поможем. Сергей, спасибо за интересную беседу. Я повторю номер телефона горячей линии агентства Простор недвижимость. Это 921-4901. Код 495. 921-4901. И напоминаю, что консультации бесплатны. Слушай, Япония обещает на наших русских островах, которые мы им отдадим, как они полагают, не размещать военные базы Соединенных Штатов. На самом деле, премьер-министр Японии Синзо Аба заявил, что он не будет размещать там военные базы США. Но дело в том, что по договору между Соединенными Штатами и Японией Соединенные Штаты могут размещать военные базы на всей территории страны, в любом месте. Правда, нужно согласие Японии, но, как бы сказать, там, на самом деле, это правительство не хочет, а другое захочет. Понимаешь, да? Да, конечно. Поэтому они могут на наших островах засандалить военные базы Соединенных Штатов. Легко и не принуждено. Это страшно. Это не страшно, но это противно. Ну, я не знаю. Ну, все равно там рядом. Вот меня вот это вот. Я все понимаю. Где база на Окинаве? Где-то там рядом, интересно. Окинава на юге вообще. Если бы американцы захотели подобраться к нашим границам, они бы разместили на Хоккайдо или в любом ближайшем острове. Следующим можно посмотреть на карту свою базу. Им не нужен остров. У них континент есть. Называется Северная Америка. Континент. Ты понимаешь? Да. Вот тебе весь остров. Остров называется Северная Америка. Он довольно большой. И он подходит к нашей Чукотке на 180 километров. Ты рядом. Да. Понимаешь? Поэтому мы так... Ну, в смысле, они нам говорят, понятно, что это, наверное, обращенное на их внутренний... Через этот коротенький, маленький Берингов пролив поставляли истребители и бомбардировщики во время Второй мировой войны по Ленд-Лизу. Туда шли и Виллисы, эти джипы и так далее. Через Аляску, как вы знаете, очень много. Через Берингов пролив Америка поставляла нам колоссальное количество оружия. На самом деле, о чем мы не очень любим вспоминать истребителей, в том числе, и так далее. Ну, хорошо. Значит, премьер-министр Рево... Так что я не понимаю? Чего они вдруг так засуетились? Они хотят предложить Путину ускорить переговоры по территориальному вопросу. Что, сколько денег с них взять? И все равно ничего не давать или давать или что? Скажите мне, выскажитесь, пожалуйста. 7373948. Лиха беда начала. Начнем раздавать. Так, наверное, это так мы... Сергей, добрый день. Здрасте. Во-первых, мне кажется, Россия ничего не передаст. Это в первую очередь. А во-вторых, если даже Сен-Зуар об этом говорит, что мы сейчас ничего не сделаем, а завтра-то может прийти через месяц другая правительство. Конечно. Я не могу сказать, мы за процессы правительства не отвечаем. Ни на какой... Смотрите, значит, разговор шел когда-то с Горбачевым, что на территории ГДР, на территории ГДР, никогда не будет натовских солдат. То есть, когда Германия... Кстати, я вам разомна напомню. Этот разговор шел с Америкой, что на территории ГДР никогда не будет НАТО. То есть, восточная Германия воссоединится с Германией основной, с ФРГ, станет ее частью. Восточная Германия, тем не менее, несмотря на это, на территории восточной Германии не будет солдат НАТО. Сейчас солдаты НАТО, как вы понимаете, в Доуговпилсе. Это очень рядом. В Доуговпилсе это совсем рядом. Ну вот. И там в Литве летают какие-то ракеты летают и прочее, прочее, прочее. В Эстонии летают, это рядом с Петербургом и прочее. Поэтому все это вранье не надо слушать, естественно. Правильно? Но зачем нам слушать вранье? Да нет, пожалуйста, можно не слушать. Но это же, на самом деле, не это главная причина, почему мы не отдаем землю. Ну вот, тем не менее, говорит же. А какая главная причина, по которой мы не отдаем землю? Вообще, он может быть разговаривает там со внутренним потребительским рынком, делать эти заявления. А если он скажет, слушай меня, а если он скажет, триллион долларов. Я сейчас не пошутил. Триллион. Да. То что? Не сто миллиардов. Готовы ли мы? Не сто миллиардов. А я не понимаю вот этих вот там цифр. А как что? Расскажите, чтобы мы... Да мы все просрем. Что у тебя цифры? Сколько не дай, мы все просрем. Нет, я про другое тебя спрашиваю. Значит, они говорят, мы там силами, не знаю, сказать, там, своих фирм на триллион долларов поднимаем ваш Дальний Восток. На триллион, я не пошутил. Понятно, да? То есть, там, лучшие шоссе в мире, лучшие железные дороги, лучшие аэропорты в мире. Лучшие, так сказать, там, сети и все, на триллион. Все. А ты знаешь, какие разговоры шли в 90-е про эти же самые острова? Какие? А вот я тебе скажу, эволюция была такая. В каком-нибудь 92-м году я слушал элиты, близкие к Кремлю. В каком-нибудь 92-м году разговор был такой. Ни в коем случае не отдадим японцам четыре острова. Раз хотят четыре острова, пусть заберут Сахалин в придачу. И Камчатку. Кто-то добавлял. И Камчатку. То есть, разговор, что наоборот, отдать. Как можно больше. Ну, понятно, да? Освободиться, наконец-то. А, наконец-то, освободиться. Это был где-то какой-то 91-92 год. Вот так. Потом был разговор. Где-нибудь 95-й год. Опять. Я тебе просто рассказываю про эволюцию. Деньги стоили другие денег. Понятно, да? Разговор шел такой. 100, 150, 200 миллиардов долларов и забирайте. Понятно, да? Не важно. Ну, то есть, они нам дают до 200 миллиардов долларов. До свидания. Это где-то 95-й. Сейчас я не знаю. Я не знаю. Я сейчас не общаюсь с кремлевскими. Не общаюсь. Если бы я общался, и вдруг бы я услышал в этих коридорах триллион долларов и пожалуйста, я бы не удивился. Потому что я уже 200 миллиардов слышал. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вся проблема в том, что это же не только два острова. Это для начала. Это пролив. Это пролив. Да. Это часть морских ресурсов. Это еще плюс там еще, по-моему, 4 или 5 островов там очень маленьких. Нет, на самом деле, это с грядах Абамая вы имеете в виду? Это гряда. Это гряда. Да. Да, это довольно-таки... Нет, это просто скала. Это просто скала. Нет, там это две... Это грядах Абамая, это просто скала. Просто то, что речь идет о двух островах, это вот как бы... это для нас а на самом деле там гораздо большой объем там на самом деле проще площадь акватория акватория важна да вы правы ну хорошо и что сдадут? сдадут за триллион или за 500 миллиардов? за 500 миллиардов ну мы цену никогда не узнаем но сам факт что за сколько бы не знали все равно это все разойдется по карманам не нашим не нашим, к сожалению скажите жизнь такая жизнь горестная штука горестная алло здравствуйте слушаю вас доброе утро Сергей Алексеевич Сергей Алексеевич здрасте мне кажется вот японцы последнее время если вы внимательно наблюдали за Минникой как отвечал на вопросы Путин они почувствовали какую-то слабину и вот он так неуверенно отвечал по договору 53-го года как-то замялся как будто он не прорабатывал как будто ему не докладывали и вот он или дает им такой вот шанс какой-то они начинают сразу резко обострять что острова вот уже почти передали вот уже почти договорились как-то вот это мне все не понравилось в речи Путина и вообще в его поведении как-то он уж слишком стал добрым а вы бы ни за что не отдали а 500 миллиардов долларов а триллион нет ни за какие деньги Россия как раньше было кто-то сказал Россия территории не торгует лучше раз отсечь и чтобы они заткнулись на река ну как но мы же китайцам отдали мы отдали китайцам около Хабаровска отдали еще отдали мы китайцам ради того чтобы с ними замериться Сергей там несколько другая ситуация была с Китаем-то там другая ситуация но здесь ситуация была на нашей стороне а какая другая какая другая ну островато наши 100% по всем договорам а то что мы Китаю отдали мы же отдали Китаю чтобы их удовлетворить чтобы они не сердились на нас но я так мы отдали Китаю ребят вы что ребят Уссури впадает в Амур вы знаете Уссури китайцы претендовали что по основному руслу а там протока была и большая протока они ее стали закапывать они стали землеустроительной техникой закапывать эту протоку таким образом чтобы ее не было и границы не было мы взяли им отдали этот остров который разделял Уссури и Амур просто отдали и сказали ну ладно тогда заберите а там были дачи Хабаровчан то есть это ну это вот напротив это как я не знаю как Кунцево мы просто отдали и все сказали окей ну что за проблема ну чтобы вы не сердились мы вам отдаем это вот же недавно было когда 15 не знаю 10 когда это было недавно совсем недавно было это недавно это было в нулевые это было в нулевые не совсем недавно в нулевые в нулевые годы мы отдали китайцам они просто поспорили говорят Уссури основное русло здесь а не там а почему а то мы закопали просто поэтому теперь будет основное русло здесь мы говорим ну ладно и отдали им остров ну и не только мы же и Даманский им отдали Даманский тоже отдали Они спорили за Даманского, мы его отдали, ну, недавно, вот недавно, сейчас. Хорошо, значит, я не знаю. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте. Добрый Алексей Фрязев. Здравствуйте, здравствуйте. И с учетом того, что был огромный пиар на протяжении 10 лет про, ну, про Дальний Восток, про эти острова, нет, просто не смогут, потому что очень сильный удар по самому Путину будет, как по его имиджу. А если триллион? Вот у них на триллион, собственно, у них на триллион, у них на триллион, подождите, у них на триллион казначейских обязательств Соединенных Штатов. Они нам говорят, заберите, триллион заберите. Вопрос стоит по-другому. Деньги-то хорошо, но если сейчас так усиленно сделать удар по имиджу, когда и так он идет, вопрос будет стоять не о деньгах, а о выживаемости системы. А это, понимаете, деньгами не оценить. Ну, вы же в жизни не можете оценить деньгами? Нет? Не можете. А почему они должны? Я думаю, тут так будет. Дайте моей вдове триллионы, скажите, куда сходить, я готов. А, ладно, дайте вам триллион, вы пропадете. А куда они пропадут с этим триллионом? Если из России их погодят, куда они пропадут? На Луну, что ли, летят? Не знаю, не знаю. Нет, ну, конечно, нет, какие-то поражения такие территориальные, но тоже их можно, ну, а как бы ты продала это публично, чтобы все радовались? Ой, ну, это просто надо сесть и подумать. Я думаю, часа хватит. Двум светлым головам или трех. Нет, триллионы все, я считаю, триллионы. Нет, ну, это как бы вот деньги и триллионы эти, мне кажется, народу не продаешь, потому что если бы всем сказали, если бы, Сергей, вы сказали, что каждому на счет, там, карточки мир упадет 5000 рублей, например, тогда бы люди, может быть, задумались и согласились. Наверняка. А, но когда там какой-то триллион, который там растворится, рассыпется. Нет, что ты, не понимаешь, что ли? Нет. Нас, например, 150 миллионов, ну, кому-то побольше, а да. 150 миллионов, например, 146. Да. Если дают 156 миллионов, например. Да. Чего? Каждому по миллиону? Нет, это каждому по доллару. Каждому по доллару, а так по 6000 получится каждому. Нет, за 5000 я согласен. Каждому по 6000, нет, каждому по 6000 миллионов, я правильно считаю? А чего? Я в нулях запутался. Долларов? Ну, триллион, ты понимаешь, что такое триллион? Ну, мы будем как в Зимбабве жить, у нас просто цены быстро вырастут, это нам экономисты рассказывают. Я с нулями, я с нулями запутался, что-то в голове не понимаю. Просто так деньги такие большие, невозможно раздать. Дайте мне ручку, дайте мне ручку, дайте мне ручку. Да никто их не раздаст, не упаси, господи. Инфляция. Послушай меня, нас, например, да, например, 150 миллионов. Раз, два, три. Вот, значит, это я 150 тысяч написал, вот я написал 150 миллионов людей, да? Значит, если нам дать 150 миллионов, то это получится по доллару, правильно? По доллару. Да. Если 150 миллиардов, то по тысяче долларов, правильно? Ага. Если 150 миллиардов, а, 150 триллионов, нет, не годится. Тогда умножить на шесть, получится шесть тысяч. Шесть тысяч долларов нарыло. Сколько можно пить, ты слышишь? Да. По семь почти. Шесть тысяч шестьсот долларов. Можно на Мальдиву в отпуск съездить в четыре звезды куда-то. Элэду, остров какой-то. Вот так вот просто бездарно потратить деньги? Да. Съездить на Мальдивы? Нет. И все. Нет. И отдать им триллион. Мальдивам отдать триллион. Они пусть триллион насыпят квотерами такими, и у них острова поднимутся, и им не будет страшно всех затопить. Я начала мысль делить эти шесть тысяч долларов туда-сюда. Как хорошо. Ой, Настена, наивняк же ты. Ой, наивняк. Молодец. Хорошо. Вот народ считает. 150 миллиардов. Нет, секундочку. Мишка Ромашка. Пусть дадут триллион Тойоту и Сони забирают острова Сахалина. А, триллион Тойоту и Сони. Ты же представляешь, что мы с Тойотой-то сделаем. Мы же из Тойоты сделаем Москович. Московиц. Да. Понимаете? Не-не-не-не-не-не-не-не. С шестого, секундочку. Надо отдать, взять деньги, а потом завоевать, говорит 93-й. Это как пудель Артемон. Помните? Пудель, которого продавали, там дарили, не знаю. Он возвращался. Так надо такого действительно сделать. Продавать, а потом... Нет. Там какой-то сам... Послушайте меня. Был какой-то разговор с нашей стороны о совместном использовании. Ты помнишь об этом или нет? Конечно. Был разговор о совместном использовании, что мы вместе их используем. То есть суверенитет за Россией, но там, допустим, японский бизнес что-то строит. И там, допустим, какая-то свободная зона. А мы отжимаем через некоторое время. А мы туда посылаем силовиков. До силовикс. Силовикс. Да. Строим вместе с пятиэтажками посылаем. Прямо целиком. Нет. Просто силовикс. Они там будут жить наоборот из рисовой бумаги. Дома будут из рисовой бумаги. Такие японские. В японском стиле. С алюминием, да. Алюминий и рисовая бумага. Да. Они там все строят. А мы посылаем, а мы посылаем до силовикс. И они у них отбирают все. Ну там до этого. Они берут бенте-ланч с собой на обед, да, начинают потихонечку перенимать. Нет, берут взятки. Нет, они берут взятки на обед, на ужин, на завтрак. Коррупция расцветает. И, наконец, японцы в ужасе бросают все, еще дают всем по миллиону и убегают. Вот так, мне кажется. А? Цапков послать, конечно. Цапков, нет. Не просто Цапков, товарищи. Почему вы не хотите сочетать это? Цапков сочетать с силовикс. Просто Цапков надо сделать с силовиками. То есть полковник. Цапкову дать полковника, Цаповязу тоже полковника. И пусть они даже... Наведите их и отправить туда, да? Конечно. Конечно, конечно, конечно. Проведите опрос. Давно ли вы были на Курилах на Дальнем Востоке, на Камчатке? Может, на Чукотке? И готов ли житель Одинцова, например, обменять свою трехкомнатную квартиру на коттедж на Курилах? Вы знаете, Игорь, я думаю вот о чем. Ну и что, что не были? Может быть, в хороших местах где-то не были. Может быть, и в Сочи не были. Может, и в Сочи не были. Значит, не значит, что надо отдавать. Правильно? Я, например, против. Я против того, чтобы отдавать хоть сантиметр. Но, секундочку, секундочку. Я думаю, значит, ну, поехал ли бы я на Курилы при каких-то обстоятельствах. Ты знаешь, там скверный климат. Это в чем выражается? Ну, я жил в Комсомольске-на-Амуре. Я очень хорошо знаю, что там где-нибудь вот сейчас начинается северо-восточный муссон. Он уже, он уже начался. Северо-восточный муссон. Это очень ожесточенный, очень ожесточенный. Ветер всегда с одного направления. Северо-восток. И вот с северо-востока он режет и рубит, и крошит, и заставляет пригнуться, и все это. Понимаешь, 25, 20, 25, 27 метров, 30 метров в секунду. В секунду, я сейчас сказал. А МЧС рассылает смс? Не знаю точно. Значит, вот это адский ветер северо-восточный, все время вдоль Амура. И он со страшной скоростью, силой режет, режет, режет. Ну вот, и там на Курилах то же самое. Страшный ветер. Потом он заканчивается в середине апреля. Немножко легкотень наступает с середины апреля до июня. Не пойми чего. А потом начинается юго-восточный, юго-западный, прости, муссон, который с дождями. С дождями, с дождями, с дождями, с дождями. Вот, муссон, другой обратный муссон идет. Поэтому я не знаю, ребят, вы хотите, чтобы, как бы, это самое, я не верю в то, что я бы там жил с кайфом. Ну, при таком климате, да ну нафиг. Я свое отрубил. Я прожил на Дальнем Востоке 4 года. Спасибо большое. Теперь вы на 4 года съездите, а потом поговорим. Представляете? А потом поговорим. Может быть, международный эффект. Россия исправилась, начинают раздавать земли. Да. И все такое. Надо построить ветряные мельницы, электростанции, говорит Алекс Викинг. Ну, раз такой ветер. Ну, конечно. Это дорого для нас слишком. Они же дорогие. Еще, знаете, они вибрируют. Вот эти вот ветряки. Вы знаете, проблема ветряков. Там грызуны начинают, ну, они не могут там жить, потому что земля вибрирует. Вибрирует. Вибрации, которые передают ветряки. И там экосистема очень сильно нарушается. Там хороший более-менее климат, но это зависит тоже от гор, как в каких-то впадинах, если сказать, там защищенность от ветра, здесь на Камчатке. На Камчатке есть более-менее приличные вот ложбинки где-то, защищенные от ветра, довольно приличные. А так даже Владивосток, когда вы видите катастрофу, катастрофа, Владивосток, снег, все. Вот, значит, там нельзя проехать и все это. Это северо-восточный муссон зимой. И вот Владивосток, который лежит на широте Сочи, это же Сочи, Владивосток, который лежит на широте Барселоны, ну, примерно, Нью-Йорк, Барселона, вот это место, Владивосток, там по крыше в снеге, в снегу там по два, по три метра, понимаешь? Это все северо-восточный муссон адский. Несет, несет, несет непрерывно, сталкиваясь с теплым воздухом от океана. Я бы там не хотел жить, ну его нафиг. Нет, серьезно говорю, зачем оно надо? Это трудное счастье. Хорошо, давайте, давайте у меня, у меня что тут? Значит, телефонное голосование, карта, а где у меня телефон? Вот телефон. Где у меня телефон? Я не вижу. Сейчас мы как-нибудь... Да, вот телефон, это дальневосточники все звонят. Алло, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю, пускай они признают Крым и вкладывают туда деньги, а мы им острова. Триллион. А мы им не острова, а обещание совместного использования. Ну и вложение в Крым и признание Крыма. И использование совместных островов. Но под нашим суверенитетом. Ну можно и так. Да, спасибо большое. Но вы понимаете, какая ревность будет у Китая? Да, может быть. Вы понимаете, какая ревность и какое соперничество гигантское у японцев с китайцами? Вы это понимаете? То есть если мы как-то начинаем сотрудничать с японцами там в регионе, то китайцы будут сильно нервничать. Для них это большой-большущий удар. Колоссальный. Китайцы их ненавидят яростно. Китайцы потеряли во Второй мировой войне 20 миллионов человек. Если я не ошибаюсь. И все эти 20 миллионов человек вырезали японцы. Вы это понимаете? Что японцы вырезали 20 миллионов китайцев? То есть там это мало. Ну мы здесь живем и нам кажется, что раз они все имеют схожую внешность, то они одно и то же. Товарищи дорогие, там одни чуваки с такой внешностью вырезали 20 миллионов других чуваков. Понимаете? И эти помнят вдобавок. Вот такая специфика. Поэтому если мы там начинаем большое сотрудничество с Японией, то мы конечно ставим на уши наших китайских товарищей. Понимаешь? Да. Это не по кайфу будет. В движении. Я хочу сказать вам про город. Во-первых, схлынуло. У нас было 732 тысячи машин в городе. Сейчас 672. То есть 50 тысяч машин наконец доехали до работы, остановились и больше уже не едут. Где-то там по работам по своим. 672 тысячи 0,66 машин осталось. Сейчас кого больше стало, больше выехало таксистов. Было, я же не помню, по-моему, около 29 тысяча, сейчас 32 тысячи 900 таксистов носится по Москве. Город, значит, город из центра уже Краснопрудная улица, например, да, 6 энтузиастов. Из центра 4 балла, в центре 7 баллов. Сейчас общая загруженность по Москве 5 баллов. Насколько меня информирует справочная система СОДД, которая у нас теперь заведена. Хорошо, еще раз, да. 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте, да. Да, здравствуйте. Еду по ОМКАД. Да. Перед митингом, ну, как всегда, как всегда пробка. Перед митингом с юга вы идете, да? Я нет, я иду с севера. С севера. По внешнему. Ага. Да, и, кстати, Сергей, по поводу китайцев, там общий геноцид 50 миллионов человек, а не 20. 50, да? Но это 50 именно во Второй мировой войне, да? Ну, вот, по момент окончания Второй мировой войны 50 миллионов, то есть вот. 50 миллионов. И они все это очень живо помнят, да. Помнят, да. Они никогда не забудут никому ничего. Это правда. Новости. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. 10 часов столица. В студии с новостями Антон Кравченко. Здравствуйте. Назвавшаяся повяза меценатом глава ОНК Преамурья сложила полномочия. О том, что Наталья Охотникова должна покинуть свой пост, ранее сказала председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Мария Канабих. Зампред регионального ОНК Андрей Зинков сообщил агентству РИА Новости, что в отношении Охотниковой началась травля. Она вынуждена это сделать, это добровольно принудительно, так скажем, сказал он. Ранее в СМИ появились фотографии, на которых осужденный на 20 лет по делу о массовом убийстве Вячеслав Цеповяз позирует в тюремной робе, а на столе у него стоят крабы, шашлык и красная икра. В колонии была организована проверка. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Омурской области Наталья Охотникова назвала Цеповяза, цитирую, меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером. На компьютерах общего доступа в МФЦ нашли персональные данные граждан России. В частности, журналисты нашли множество скан-копий паспортов и других документов, которые может получить доступ любой желающий. Об этом пишет газета «Коммерсант». По словам экспертов издания, на основании полученных данных можно оформить микрозаймы или даже получить доступ к средствам на счетах людей. Профильные министерства называют подобное хранение данных грубейшим нарушением и пока не отвечают на вопрос, как будет решаться проблема и кто компенсирует ущерб в случае неправомерного использования личной информации. Арестованная в США Мария Бутина требует снять с себя обвинение. Такое ходатайство в американский суд подали адвокаты, задержанные. В поддержку своего требования Мария Бутина заявляет, что обвинительное заключение строится на непрочной основе с точки зрения Конституции, говорится в документе. В частности, подозреваемая заявляет, что обвинения нарушают принцип свободы слова и что отдельные пункты недостаточно различаются, так что нет никакого повода предъявлять их по отдельности. Адвокаты Бутины указывают на то, что закон слишком расплывчат. В трактовке понятие «работа на иностранное правительство». Напомню, Марию Бутина задержали в США в июле, ей грозит и 15 лет тюрьмы. Девушку обвиняют в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации при Минюсте США. Сама Бутина заявила в суде о своей невиновности. Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 66. Пропавшими без вести числятся более 630 местных жителей. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти. Ранее приводились данные о 56 погибших и 130 пропавших без вести. Лесной пожар Кэмп на севере Калифорнии начался в прошлый четверг и стал самым разрушительным в истории. Его суммарная площадь к настоящему моменту превысила 55 тысяч гектаров. Пламя уничтожило почти 12 тысяч строений, включая 10 тысяч жилых домов. Возгорание удалось локализовать пока только на 40%. Для борьбы с огнем в округе мобилизованы 5,5 тысяч пожарных, 620 единиц спецтехники, 24 вертолета, 105 бульдозеров и 75 автоцистерн для перевозки воды. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на сегодня 66 рублей 62 копейки, евро 75,54. И о погоде. В эти минуты в Москве минус 6. В течение дня переменная облачность, без осадков. Ожидается относительно безветренная погода, температура воздуха будет держаться около нуля градусов и вечером похолодает до минус 5. Таковы главные темы к этому часу. Антон Кравченко. Говорит Москва. Говорит Москва. Реклама. Найти лекарство за полминуты. Заказать препарат за полцены. Выбрать аптеку на полпути к дому. Все это может сайт asna.ru. Давайте экономить. Некарета спрей за 729 рублей. Внимание! asna.ru вызывает привыкание к удобству. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Сколько гостей поместится за праздничным столом? Обычно не более 10. В квартире от А101 с кухней-гостиной места хватит всем. А101. Живые квартиры с кухней-гостиной на яркой стороне Москвы. 495-127-8797. 127-8797. Застройщик ООО А101. Проектные декорации на сайте asto1.ru. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Радио «Говорит Москва» совместно с Русфондом собирает деньги на спасение Богдана Цеденова из Москвы. У мальчика врожденный порог сердца. Дефект межпредсердной перегородки, который стремительно увеличивается. Богдан маленький, хрупкий и слабый. Он быстро устает. При малейшей нагрузке тяжело дышит и жалуется на боль в груди. На лице проявляется синева. Врачи настаивают на срочной операции. Но у мальчика из ТВ в Москве лишь временная регистрация. Поэтому лечение в столичной клинике для него платное. А мама Богдана, в одиночку воспитывающая двоих детей, найти нужную сумму не в силах. Для спасения мальчика необходимо собрать 332 тысячи 10 рублей. Вы можете помочь Богдану Цеденову, сделав СМС-пожертвование. Отправьте слово «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Дополнительную информацию о РУСФОНДЕ и детях, которым нужна Ваша помощь, можно найти на сайте русфонд.ру Право знать. Говорит Москва. Спонсор программы ООО А101. А101. Живые квартиры на яркой стороне Москвы. 495-127-8797. Проектные декларации на сайте а101.ру. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграй, поиграй, поиграй. Ранья дров, Сережа, серебриный рожок. 10 часов 6 минут пятница 16 ноября. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аножко, ведущая этой программы. Открой мне, пожалуйста, на этом компьютере. Курсоруб.ком. Курсоруб.ком. Знаешь, почему? Я на 12.1 iOS перевожу свой телефон. Посмотри. Я выходил на новостях. Он мне говорит, хотите обновиться? Я как дурак. Я всегда абсолютно. Я как дурак бегу за любым балаганом. Где бубны, бьют в бубны, колокольцы. Я как дурачок бегу, Сережа, бежит, бежит, бежит за ним. Ну, дурачок, что ли, я его прочу. Помнишь этот фемистокулюса? У меня фемистокулюс такой, что он увидит жучка и бежит, бежит за ним. Я его прочу по дипломатической линии. Вот это примерно то же самое со мной. Мне говорят, ты хочешь обновление? Я говорю, да, да, я хочу. И вот, пожалуйста, я без телефона. Хорошо, 65,92. Посмотри, что творится. 65,92. А? Да. Ведь он молодец. Про рубля, про рубль, я говорю. Вам передвинуть на нефть? Да, пожалуйста. Которая, которая 67, ну и тоже. 67,26. Пожалуйста, а мы же любим 70. Вчера кто-то публиковал в газете, что нам оптимально 70. А знаете, что вчера был момент, когда рубль стоил 66,66. И нефть тоже была 66,66 одновременно. Все было дьявольское. Да, вчера был момент, но недолго он продвился, и все разрушилось опять сейчас. 1,13, да, силы добра взяли вверх. Сила добра. 1,13,47, это хорошо все. Ну, мы с вами вчера видели тоже на 1,13, там сколько-то, да, 25, не помню. Ну вот, хорошо, 1,13,47, главная пара. Давай двигаться дальше. А до 50 дойдем по доллару, говорит Роман. Ну как он, Роман, 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 нам бы хотя бы 56, 58, мы помним. 57,57, у меня даже, у меня даже в этих сценах, ну ладно, в телеграм-канале, в телеграме у меня есть, не знаю, где-то моя фраза с моей умной рожей, мы вчера его помним на 57,57. Мы все его помним на 57,57. Слушайте, я хотел сказать вот что, СНН рассказывает о том, что это были жулики, люди, которые собрали 400 тысяч на бездомного. История, секундочку, история. Я тоже вот боюсь жертвовать все время, слушай. Была история, когда девушка, у нее кончился бензин, у девушки. И ей какой-то парень дал 20 долларов на заправку. Оказалось, что это были последние его 20 долларов, у него нет вообще больше денег. И оказалось, не просто так, а оказалось, что он бездомный. То есть она узнала, что он отдал последние 20 долларов, а сам он бездомный. И это настолько ее, как сказать, вдохновило на то, что вот бывают такие добрые люди, вдохновило на то, что как-то надо собрать общество, рассказать о его поступке и собрать ему на дом. И собрали ему на дом 4... Вы слышали, конечно, эту историю? Собрали ему на дом 400 тысяч долларов. Это все было вранье. Кроме денег. Деньги были настоящие. А все... А? Они рассылают Аблик, то есть как это все теперь организовано? Не знаю. А и кто узнал, что... Как это выяснилось, что они настоящие? Все наоборот пишут об этом. Журналюги. Журналюги. Всех... Всем все испортили. Ну, конечно. Журналюги всем все испортили. А мы могли бы разыграть тоже такую сценку? Ну, давай. Я, например, оденусь бомжом. Да. И дам тебе, а ты будешь с тремя детьми. На какое-то время надо попросить... Нет, лучше на меня собирать деньги сразу. Зачем? Просто так. На тебя, но... Нет, я согласен. На тебя, но на мой счет. Почему? Я тебе объясню почему. Просто вот так вот, видите, уже начинается драка. Видите, уже нет согласия. Да. Как в басне. Да, 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 да. Да, значит, смотри, это... Я думаю, не смогли поделить деньги, отсюда все узнали, что ли, нет? Да, да. 400 тысяч это нормально. Ну, хотя, где это, в каком регионе Соединенных Штатов? Сейчас, сейчас. Я прочитаю, как есть. Смотри, вы здесь видите. Было подтверждено, что это фальшивая история, что пара, мужчина и женщина, начали собирать деньги на страницу GoFundMe. Кейт Макклюр и Марк Домико заставили весь мир содрогнуться от сочувствия. Это рассказали историю о мужчине, у которого нет жилья, которого зовут Джонни Боббитт, и который дал последние 20 долларов на то, чтобы она заправилась. Все были очень вдохновлены и пополны сочувствия и собрали 400 тысяч долларов, чтобы купить ему дом. Сейчас журналисты провели исследование, и все три, значит, все трое сказали, что это было вранье. Ну, и будут судить, или что, ничего. Не знаю. Ну, да, да, мы пошутили, но мы пошли. 400 тысяч куда девать, а? Ну, они их собрали. Ну, представляешь, как вот людей можно быстро раскрутить? Да, да, да. Ой, мать. А представляешь, Роскомнадзор? Роскомнадзор, да? Роскомнадзор. Может, делиться. Мы выдвигаем вам штраф. Альбат собирает 25 миллионов, потом пополам делят с Роскомнадзором. Тебе 12,5, мне 12,5 разбежались. А? Да. Нет, товарищи, нет. Давайте верить. Давайте верить в добро. Поехали дальше. Айгон Собелев. А? Практически. Да. Слушай, блогер, в Госдуме предложили обязать блогеров платить налоги за рекламу в своих аккаунтах. Ну, а это разве несправедливо? Не знаю. Это в смысле, как закон о самозанятых? Я бесплатно рекламирую. 4 процента. Ну, послушай меня, нет. Бесплатно? Я бесплатно рекламирую. Да. Ну, как, я вот, я серьезно говорю. Ну, вот, давай так. Что я имею? Я не знаю. Я тебе говорю. Я тебе говорю, что я купил New Balance. Я тебе называю фирму, да? Вот я купил New Balance. Я два года не могу левый ботинок разносить. Ну, он впивается мне в ногу. Да. Левую кроссовку. Да. New Balance. Так. Я еще не помню, 12 тысяч, по-моему, стоит. Или 11. Ну, вот эти кроссовки, в которых я сейчас... Я вам... Нет, послушай меня. Это же место, где по 3 800 их пора дают. Послушай меня внимательно. Я купил New Balance. Сейчас не помню. По-моему, в охотном ряду. По-моему, 11-12 тысяч там, не помню, сколько я за... Ну, такая вот фигня. Где-то около 12 тысяч. Я два года пытаюсь разносить левый ботинок. Он не разнашивается. Он мне все время впивается. Ужасно. 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 Я теперь... Ты меня спросил. А в чем ты нормально ходишь, Сережа? Я тебе отвечу. Томми Хилфигер всегда нормально. Ага. Эко всегда нормально. Я сделал рекламу. Да. Я бесплатно ее сделал. Хотя, в принципе, за мое высказывание могли бы и прислать. Ну, понимаешь, знаешь... Да. Вот. Хорошо. Я говорю... Я говорю какие-то вещи житейские, обычные, житейские. Что я езжу на BMW. Так я езжу на BMW. Ну, это бесплатно. Я ни с кого не беру. Вот я в блоге... Там, по идее же, вы сами должны прийти в налоговую и написать в декларацию. Нет, так что... Получил там-то, там-то, там-то. А я не получил. Нет, можно напишу. Недополучил там-то и там-то. Недополучил. Можно, конечно. Значит же... Я купил какую-то куртку сейчас, которую носит, оказывается, президент России. Ну, хрен знает. Я не знаю. Там L вышито на лахте, лохте, лухте. Не знаю. Лахта? Не знаю. Это финская. Да-да-да, спасибо-спасибо. Я купил, короче, такую куртку. Искал магазин Sony, зашел в какой-то магазин, не пойму, чего, чтобы срезать путь, там, из двери в двери. По пути купил куртку. Да, настоящая. Куртка хорошая. Куртка хорошая. Это реклама? Реклама. Теперь скажи, они мне прислали денег? Нет? Нет. Нет, не прислали. Ну, так вы ничего не должны, я очень просто. Ну, и все, и все. А, значит, а где определить, где рекламу сделать за деньги, а где нет? Как определить? Как? Никак. Никак. Ваше честное слово. Откуда у меня честное слово? Объясни мне, пожалуйста. Откуда оно у меня возьмется? Там, знаете, какая сложность? В отношениях с депутатами, которые ищут друг друга в ухе, ушную серу. Идиоты. Ну, в хорошем смысле, товарищи, вы же знаете. Значит, я никогда не ругаюсь. Депутаты вчера, пожалуйста, все показывали, как они выковыривают друг у друга ушную серу из уха. И потом облизывают палец или что они делают, я не знаю. Приготовьтесь блевануть. Если вы видели вчера, как депутаты государственной думы, вы можете посмотреть на радио «Говорит Москва», в телеге, на нашей телеге, радио «Говорит Москва». Или у меня на «Растриги» посмотрите. Значит, тоже в телеге. Значит, депутаты друг у друга ищут ушную серу в ухе. И потом я думаю, ну как, он об штанину вытирает палец от серы после того, как оближет? Или что? Или наоборот, сначала... Нет, шарик, я думаю, скатывает, и потом пульнуть его можно. В Живеновск. Куда-нибудь. А-ха-ха-ха! Какой ужас. Ну хорошо, слушай меня. Значит, послушайте меня. Я толкую очок. Как я скажу, где я брал деньги, где я не взял деньги, где я не добрал деньги? Почему я это? Ну, это единственный способ отследить, это только, во-первых, по безналу ваши, действительно, переводы откуда-то, да, отследить за ними. Это первое. Второе, это еще можно взять структуру ваших расходов, например, и попросить вас объяснить, откуда у вас были деньги на там что-то, что-то. И тут, может быть, кстати, это будет удобным способом отбелить, вместо 13 процентов платить 4, объявив... Не 4, а 6, во-первых, как ИП. Они хотят, чтобы блогеры были ИП. Это 6, если от ИП. 6, они хотят. А если вы ее физлицо, то 4 же. Они хотят, тебе 10 раз говорю. Они хотят, чтобы были ООО. О, ООО. Они хотят. Ну, депутат сказал, он выковырял ушную серу у кого-то, облизал ее, и говорит, давайте ИОООО. ООО. Сказал. Послушай внимательно, послушай внимательно, послушай внимательно. Мы не знаем, как это нормализовать, мы не знаем. Мы рекламируем все подряд. Я сейчас ухаживаю за матерью, которая плоха, моей маме. Я езжу в этой связи по Москве. Я ни разу не было такого, товарищи, я сейчас признаюсь вам, как хороший сын, ни разу не было такого, чтобы я ехал через запад Москвы, по всяким делам, связанным со здоровьем матери, и не остановился бы в мотосалоне «Триумф», чтобы посидеть на мотоцикле. Я еду срочно, меня все ждут. Все ждут. У человека есть увлечения. Слушай, я тебе объясняю. Слышишь, меня все ждут. Меня все ждут. Ждут. Сергей, когда вы? Ну, когда вы, Сергей? Я сейчас, сейчас, я подъезжу, сейчас я на подъезде. Я сворачиваю в Крылатское, заезжаю в салон «Триумф», сажусь там, разговариваю со всеми, значит, пробую этот самый, спидмастер, спидмастер, сижу, рулю там, то есть все, делаю так, как будто я еду в Крым или еще куда-то. Ну, так вот, слышишь? Значит, потом еду дальше уже опять по делам матери. Ну, в смысле, в смысле. Совесть, совесть, совесть во мне. Потихонечку, ну, давай, ну, давай, я еду, еду. Понимаешь? Хорошо. Что мне платит за этот «Триумф»? Ответ – ничего. Ответ – ничего. И чего? Ничего. Какие налоги с меня можно взять? Вас ничего, Сергей, не возьмите. Вот спасибо. Вы уже поняли. Где сядешь, там и слезешь. Ты знаешь, что сейчас испытывают? На Су-57. Су-57 – это самолет. Они начали испытывать новые противоперегрузочные… Слушай, вместо того, чтобы делать столько военных самолетов, я сейчас только за это, я очень поддерживаю это, сделали бы побольше гражданских. Но их никто не берет, уже сделали, все подряд отказываются от этого суперджета, поэтому остается только, как это, безропотные военные, которые все снесут, моют, как мы вчера видели, моют технику керхером образца 1944 года из каких-то сопел сооруженных. Цены на Аэрофлот, я сейчас в хорошем смысле, 26-го числа, 26-го ноября, я обедаю с президентом, с главным человеком в Аэрофлоте. Ты знаешь, когда? А? 26-го ноября, я обедаю в гостинице Редженси, Хаят Редженси или что-то такое на Никольской. Ты слушаешь меня внимательно? Да. Я иду обедать, сразу после выпуска, не знаю, ты ли работаешь на той неделе, 26-го числа. Да, скорее всего, я. Сразу после выпуска, это будет понедельник, я отправляюсь для того, чтобы воздать должное какому-то французскому протертому супу, а также Себасу в обществе генерального директора Аэрофлота. И знаешь, что я ему скажу? Что? Я ему скажу следующее. Я ему скажу, что билет, когда ты смотришь на Мальдивы, на Новый год, ты видишь, что на Эмирайдс цена X, ну X, да? А на Аэрофлоте, на том же направлении, плюс полторы тысячи, то есть плюс 90 тысяч рублей. Ну, то есть Аэрофлот на 90 тысяч рублей дороже, на 90 тысяч рублей дороже, чем Эмирайдс. Но он вам, наверное, ответит, что все билеты проданы на этот... Нет, это не тот ответ, которого я жду, дорогая. Ответ, которого я жду... Поэтому... Ответ, которого я жду... Все в порядке. Ответ, которого я жду, что для вас, Сергей, для вас, Сергей, и что-то такое должно следовать. Ну, потому что с какого хрена я с ним обедаю иначе, объясни мне. А? Даже не знаю. Нет. Он должен сказать, что для вас, Сергей, я полагаю, торг здесь неуместен. Ну, понимаешь, да? Да. А иначе зачем я с ним обедаю? Тогда я с Эмирайдс пойду обедать. А? Хорошая идея. Это очень просто. А что вы скажете Эмирайдс? Ничего. Чтобы Аэрофлоте дороже. А? А Эмирайдсу я скажу дискаунт, плиз. Вы что, ребята? А? Нет, нет, нет. Прикрывай. 26-го я обедаю с генеральным директором Аэрофлота. Я знаю, с чего я начну свою приветственную речь. Я говорю, это будет тост. Это будет тост. Мне нужно 4 билета в бизнес-классе бесплатно. Ну, вот примерно так я начну. Да. Так что же я говорю? Летчики Су-57 начали испытывать новые противоперегрузочные костюмы. Ты знаешь, зачем им нужны противоперегрузочные костюмы? Ты знаешь, что такое противоперегрузочные костюмы? Ты знаешь, что это похоже на гольфы для людей, у которых вены? Я прочитала, да, что они сжимают конечности для того, чтобы кровь не отчекала от мозга. А ты понимаешь, сущность, на что это значит? Для чего это? А с какой стати кровь оттекает от мозга? Можешь понять? В каком случае это так происходит? Да. Ну, видимо, при случае резкой смеяния высоты? Разве нет? Когда? Нет. В фигурах высшего пилотажа. Например. Например. Когда ты делаешь кольцо Нестерова, то у тебя, наоборот, вся кровь в голове. У тебя может быть инсульт. А когда ты делаешь бочку, дорогая, бочку, у тебя получается, что кровь утекает в ноги на бочках. То есть, самолет идет как шуруп, вот так крутится, в бочке. Поняла? Да, поняла. Что же в этот момент происходит? Ноги во внешней стороне вращения, а голова внутри. Вся кровь из головы уходит в ноги. У молодых пилотов, у молодых пилотов, в силу эластичности сосудов, кровь отталкивается. То есть, у молодых пилотов, у молодых мужчин, сосуды эластичные, очень крепкие. И они не распузыренные такие, не дряблые. И кровь как бы стремится пойти в ноги, но сосуды не пускают туда кровь. И в голове остается кровь. И ты не теряешь сознание. А у пилотов постарше, начиная где-то с 40 лет, появляются моменты потери сознания. Поняла? Круто. То есть, они теряют сознание в воздухе. Да. Ну, я не... Моего отца списали слетные работы после потери сознания на 11 секунд. 11 или 18 секунд у него была потеря сознания. То есть, он крутил серию бочек. Пошел крутить. Ему было 45, по-моему. 45 лет. И у него была зафиксирована потеря сознания. Ну, с этим костюмом... С этим костюмом. Летчики прослужат дольше, да? Они смогут летать до 65, потому что летать надо до 65. Дальше, мне кажется. Почему мы так ограничиваемся? Нет, смысл... Ты понимала, в чем дело? Да я поняла, я в чем дело. Из мозга уходит кровь в ноги. Но у молодых пилотов там такая своя, как сказать, каркас такой хороший, и сосуды такие упругие, что туда кровь не помещается. И она остается все-таки еще в голове. А у более старших пилотов, так сказать, там 35, 40, 45 лет, кровь уходит вся в ноги, и там раздувается, как чулок. Это сосуд, вены раздуваются. И в мозге не остается крови, и ты теряешь сознание. У меня вопрос. Да? Для чего нужна бочка? Практически просто. Практическое применение. Ничего не имею в виду. Сама фигура высшего пилотажа? Для выпендрежа. А зачем отправлять в 45 лет или в 60, или... Нет, на брозину, на брозину, на брозину, на брозину. Потому что это интересно попробовать. Ну да, давай, 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 давай скажем, давай скажем, что есть и фигуры, которые имитируют катастрофическое, например, штопор. Есть фигура штопор, да? Да. Которая имитирует эту катастрофу. Штопор, это же ужасно, да? Да. И в которой тоже ноги снаружи. Ты же в штопоре головой внутри. Вот тебя забрасывают, подожди, ну вот ты, ну ты, ну штопор, представляешь? Тебя через левое крыло обычно... Он как бочка, только вниз летит, да? Нет, он вот так забрасывается, смотри, вот здесь левое крыло, вот левое крыло, а вот хвост. Он забрасывается вот так, раз, и понесся вот так крутиться. И у тебя в штопоре ноги тоже снаружи. А голова внутри. И в этом случае, если ты теряешь сознание, то ты нихрена не сможешь дать, ты не сможешь ручку вперед толкнуть от себя и обратной ногой хвост подкрутить. Понимаешь? Ты не сможешь. А бочка нужна для тактики ведения воздушного боя, говорит Михаил. Видимо, Михаил, она думает, что воздушный бой ведется чисто как компьютер. А воздушный бой кто-то ведет еще? У нас беспилотников нет? Надо на всех пассажирских рейсах хоть раз за полет исполнять бочку. Вот это предлагает СД. СД я тоже, а? Для чего? Чтобы просраться вам всем. Ну и так нормально. На взлете и посадке не надо ничего исполнять. Чтобы просраться хоть раз, конечно. Вот вы выходишь, Боинг 737 сможет бочку исполнить? Или не сможет? Вот это вопрос. Я не знаю, честно говоря. Вот я не знаю. На 737-м крылья не пооторвутся, если хоть одну бочечку сделать? Мне кажется, можно. Аэрофлот на прямую эмирацию со стыковкой. Ну и что? Вы же сказали, что для выпендрежа. Нет, 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 нет. Значит, абсолютно серьезная тема. Мы должны с вами сказать, Боинг 737 может исполнить бочку или нет? Но одну. Ну я не знаю. Ну хотя бы полубочку. Перевернуться. Перевернуться и лететь вверх ногами. Он же сможет. А какая ему нафиг разница? Послушайте меня. Если он перевернется и пойдет вверх ногами, он же может это сделать. Но, ну, ну скажи мне. Ну? На 707-м бочку делали. На Боинге 707 бочку делали. Это достоверно известно, говорит Алекс. Конечно. Это нужно у директора Аэрофлота спросить. Есть видео в интернетах, говорит Алекс, где на 707-м бочку делали. Одну бочку сделает. Но в последний раз, говорит Игорь. Не, ребята, ребята, вот мне уже ссылку кинули. Одну бочку может сделать любой, но только одну. Ребят. Ну подождите. С точки зрения подъемной силы. Я же сдавал экзамен. Ему же все равно лететь вверх ногами или как? А? Да. Какая ему разница? Скажи мне. Ведь ему все равно, кверх ногами или как? Он может кверх ногами лететь сколько хочешь. Прямо вот пойти, например, на Мальдивы, да? Да. Взлетели. Где-нибудь, товарищи, над Рязанью развернуться, ну, значит, развернуться пузом кверху и идти дальше до Мальдивов. Он же может это делать или нет? Ну, наверное. Ну почему нет? Какая ему разница с точки зрения подземной силы? Никакой. Понимаешь? Да. Ну, там же нет такой разницы в плотности, что сверху, так сказать, там такой разницы в плотности нет. Она, разница в плотности образуется за счет конфигурации крыла, правильно? На Ту-134 бочку делали. Пилоту, правда, надавали за это по голове. Нормально. Потом еще дополнительно. Был ли он в костюме? Что, что? Неудобно разносить еду. Неудобно разносить. Ну, там же калетки закрыты. Почему? Неудобно. А что, она не может по потолку идти, что ли, Серд? Ее же будет прижимать вместе с кровью. Все, Десса идет по потолку, дает тебе трубочку. Ты сосешь из трубочки. А хавку из тюбика можно высасывать. Новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Десять часов тридцать минут в столице. В студии с новостями Антон Кравченко. Здравствуйте. Водитель Майбаха не пострадал в аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом агентство новостей Москва сообщило источник правоохранительных органов столицы. Сегодня утром в районе торгового центра времена года произошло столкновение такси Hyundai Solaris и Mercedes Maybach. В ДТП погиб водитель такси, его пассажирка получила травмы. На протяжении нескольких часов в районе аварии было ограничено движение. Сейчас последствия ДТП ликвидированы. В МФЦ Москвы опровергли утечку персональных данных граждан. Представители центров госуслуг «Мои документы» заявили, что посетители сами забывают удалить копии своих документов с компьютеров общего пользования. Ранее газета «Коммерсант» опубликовала материал, где говорится, что на компьютерах в зоне электронных услуг МФЦ можно найти копии паспортов и других документов. Отмечалось, что, используя эти данные, можно оформить микрозаймы и получить доступ к личным счетам граждан. В моих документах пояснили, что администраторы, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров общего пользования. Суд в Москве расторг брак между Степаненко и Петросяном. Об этом агентству ТАСС рассказал адвокат известного юмориста Сергей Жорин. По его словам, решение было принято, несмотря на то, что Елена Степаненко втячески затягивала этот процесс. «Мы считаем это маленькой, но важной победой, и Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», — сказал адвокат. Напомню, артисты пытались договориться миром, но не смогли самостоятельно поделить имущество. Одна из квартир пары в центре Москвы стоит почти столько же, сколько и все остальное имущество, но никто из супругов не готов оставить ее себе. Пока на все активы Петросяна и Степаненко наложен арест. Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму. За документ проголосовали 67 стран, против 26, 82 государства воздержались. Как отмечает агентство Реоновости, резолюция по нарушению прав человека в Крыму принимается уже третий год подряд. Автором документа выступает Украина. В тексте заявляется, что в Крыму происходит усиление давлений на религиозные меньшинства, в том числе в виде частых полицейских облав, угроз и преследований. Гонением в регионе, по мнению Киева, подвергаются представители Украинской православной церкви, мусульманских организаций, греко-католики и другие. А зампост преда России в ООН Геннадий Кузьмин обвинение отверг, заявив, что Москва не собирается враждовать с близким по крови украинским народам. Российская Федерация гарантирует соблюдение и защиту прав и свобод человека на всей ее территории, включая Крым, отметил Кузьмин. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на сегодня 66 рублей 62 копейки, евро 75,54. И о погоде в эти минуты в Москве минус 4 градуса. В течение дня переменная облачность, без осадков, ожидается относительно безветренная погода. Температура воздуха будет держаться около 0 градусов, вечером похолодает до минус 5. Таковы главные темы к этой минуте. Антон Кравченко, «Говорит Москва». Моспромстрой – одна из ведущих компаний на московском строительном рынке. Сейчас идет реновация бывшей промзоны ЗИЛ, созданной в свое время Моспромстроем. Теперь там возводятся апартаменты «Парк Легенд», открываются новые дороги и парки. Моспромстрой – мы создаем облик Москвы. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Извините, можно войти? А вы кто? Хороший вопрос. В эту пятницу гость в студии, партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «Рус Энерджи» Михаил Крутихин. Самые подкованные гости отвечают на самые продуманные вопросы. Со вторника по пятницу после 11 утра. Хороший вопрос. Гудошника. Абсолютно гениальный, потрясающий ведущий Алексей Гудошник. Абсолютно гениальный, потрясающий кто? Алиса, кто самый лучший ведущий на планете Земля? Конечно, Дарьян. Ну ладно, я не могу это опровергнуть. Ладно, ну кто? Тоже очень хороший ведущий, а не такой, конечно. Очень люблю программу Алексея Гудошникова. Просто попытайтесь это как-то уложить в своей голове. Программа Алексея Гудошникова. По будням с 6 до 8 вечера. Внимание! Говорит Москва. Слушать, думать, знать правильные глаголы. 94,8 Я, значит, читаю вот это. Я так и не понял, кто до кого догадывался. Ну, в смысле, ты Домогательство читала? Да. И что? Кому ты сочувствуешь в этой ситуации? Ну, а вы? Вопрос мой вопрос. Если... Я не удивлен. Мне кажется, что это, может быть, и действительно. Давайте я защищу священника. Он имел в виду совершенно другое. В общем, это два взрослых же человек. Два взрослых мужчины, да. Станица Кущевской, простите. Давайте ознакомлю. Но я буду защищать священника, я заранее говорю. Я всегда за РПЦМП, вы знаете. Я вообще-вообще, так сказать, последний бастион, можно сказать, защиты РПЦМП. Ну, так вот. В Станице Кущевской разрастается скандал. Якобы, да, алтарник Даниил, не будем сейчас фамилии, не надо. Алтарник Даниил, апостола Иоанна Богослова. Нет, имен слишком много. Опять, это как с поэтами, ранившими друг друга. Нет, давайте, давайте упростим, чуть-чуть упростим. Сценарий должен... Скрипт должен быть совсем маленький такой. Смотрите. Есть алтарник Даниил. Что такое алтарник? Ты не знаешь, что это значит? Ну, это помощник какой-то. Какой-то парень, неважно. Парень Даниил, парень Даниил. Алтарник переименуем в парень. Парень Даниил. Ну, не знаю, скажешь, алтарник, что это за алтарник? Не знаю, может, он там дрова рубит, не знаю. Неважно. Значит, есть некто Даниил, который сообщил о попытках Юрия, который старше по званию, у них там в их, вот сказать, доктринальной какой-то системе, склонить его к сексу. Правильно? Да. Даниил подал заявление на Юрия в их какой-то специальный, значит, сказать, там суд. У них есть свой суд какой-то. Хорошо. Ему 20 лет. Даниилу 20 лет. А тому, который старше, сколько лет? Мы не знаем. Больше. Больше лет. А тому, который старше Юрия, ему больше 20 лет. Он поп. Поп? Толоконный лоб. Да, в хорошем смысле. Значит, смотри. Он приехал в Кущевскую. Там, где цапки орудовали, убивали 20 человек. Вы помните, наверное, 12, потом перед этим еще убивали и так далее, и так далее, и так далее. Ну, так вот. В этой Кущевской все время творятся недобрые дела. Даниил прибыл в эту Кущевскую. И прибыл туда Юрий, настоятель. Юрий настоятель. Понятно? Да. Падро. Значит, и он ему говорит, Даниилу. Ага. Он приставал ко мне. Вот саппи. Почему ты не хочешь, чтобы у тебя был человек, который тебе дорог? Ты готов? К чему? К признанию? Нет, не готов. Почему? Не знаю. Боишься? Чего? Признание. Какого? В любви. От кого? Это важно. Ну, в принципе, нет. А если это парень, тот, кто признается в любви парень, ну, тогда надо слово «любовь» конкретизировать. Люблю, пишет священник. Это проверка на реакцию или просто шутка, спрашивает молодой? Это искренне, говорит старший. Младший. Ну, я рад. Старший. Честно? Младший. Угу. А если я зайду к тебе, старший, младший, зачем? Это тот случай, когда рыбака не увидел, а сенечка произошла. Обычно же они друг к другу там, ну, люди, это не классно метан, они там, это... Нет, он же скривляется, так сказать, старший просто не знает, а вдруг этот скривляется, просто, так сказать, набивает себе цена, конечно, набивает себе цена. А тот говорит, ну что, зачем, а дальше мне прям даже интересно стало. Да, 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 понимаешь, есть аудиозаписи и так далее, которые я не буду ставить. Но тем не менее, понимаешь, принеси панель. А почему мы признаем... Избили, потом избили, молодого избили. Молодого избил двоюродный брат старшего за то, что он не понимал. Он не понимал. Значит, избил он меня в сентябре, по-моему, 2-го числа. А Ян, Ян это брат старшего, настоятеля храма, в состоянии алкогольного опьянения выломал дверь в мою комнату, поднял меня с кровати и сказал, ты сволочь, мы к тебе хорошо относимся, а ты нас не уважаешь, ты не слушаешься, стал избивать. Я... А что, тоже того? Ну, в смысле? Нет, ну, не знаю. В каком-то смысле. Ну, не знаю, в каком-то смысле. В каком-то смысле. В тот же день я собрал вещи, купил билет и уехал. Даниил уехал из Кущевки, сейчас прячется в другом городе. Место нахождения свое не раскрывает, боится мести. Значит, этот комментировать священнослужитель отказался комментировать обвинения в домогательствах. Ну, и все. И это сатанизм, он сказал. Он считает, что это сатанизм. Нет, подожди секундочку. Православный видеоблогер и клирик Максимов, какой-то здесь Максимов, не важно, сказал, что это сатанизм. В чем сатанизм, мы не знаем. Ну, хорошо. Я думаю, что надо защитить священника в этот момент. Молодой, я сейчас попробую, молодой был полон смятения, может быть, какого-то, и христианскую любовь перепутал с домогательствами. Это могло быть? Нет. Не могло. Почему? Почему? А? Ну, потому что... Я, например, я тебя возлюбил как сестру свою, и как сестру, и как... Да, и как сестру. Сестру как сестру. Я возлюбил тебя. И я приободряю тебя. Приободряю, похлопывая по плечу, как-то подсветно почесывая тебе затылочек. А сходить-то зачем? А? Куда сходить? Заходить. Он уже заходить хотел. Ну, можно, говорит, зайду. Можно, и зайду. Ну, говорит, зачем это, значит, уже не хотят. И любые люди, мне кажется, если я кому-то говорю, можно, я зайду. Мне говорят, зачем? А я хотела зайти просто так. Я уже не буду больше предлагать зайти. Значит, эта история... Позвоните же Невзорову. А что такое? Господи, зачем Невзоров? Невзоров знает все эти вещи. Ну, он уже, да. У него уже такое неинтересно. Известно, что он скажет. Послание к римлянам, вот мне тут пишут. Послание к римлянам. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачились немысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то, что их предал их Бог в похотях сердецах в нечистоте, так, что они осквернили сами свои тела, они заменили истину Божией ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление, противоестественным, и подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и побуждая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Это послание к римлянам. Я хотел сказать, что здесь очень тонко подмечено употребление женского пола. То есть должное употребление женского пола. А не должное употребление мужского пола. Понимаешь? То есть вашу сестру употреблять надо должно. Ну, это священное писание, дорогая. Здесь каждое слово. Ну, если священное, то... Вот вам, феминисткам-то, вот вам, феминисткам, должное употребление, дорогая. Да. Нет, а что? А какой-то, значит, какое-то существует и недолжное употребление женского пола. Сейчас я начинаю задумываться. Это когда карьеру она делает, это не должное. Карьеру это не должное, да? Да, она же рождена для того, чтобы обслуживать полностью другого взрослого человека. Обстирывать, готовить, детей в бассейн отвезти. Или куда там? Это же убрать там крошки со стола. Приходится работать там, например, на кухне бардак. Ты такой раз, снимаешь куртку, бежишь, бежишь, бежишь. Тарелки убирают, да, те, которые недоставлены в раковину, а просто рядом стоят, уже засохли немножечко, надо замочить, чтобы было удобнее. Но можно железочко оттереть, кражу вот эти вот приставшие, например. Потом идёшь там, а там, например, с утра никто кровать не заправлял. Утром все же очень торопятся, все встают, а кровать не заправленная. Ты думаешь, господи, срам какой, 6 вечера, как будто здесь кто-то болеет. Начинаешь бросаться, значит, эти кровать и так далее. И думаешь, что же на ужин? Всё время, что же на ужин? Эх, чёрт, забыла, не успела в магазин соскочить после работы, потому что в этот раз, да, вот, и так вот, это вот и есть предназначение. И так всё время. Прости, мне больше всего, конечно, понравилась твоя самая первая фраза. Предназначение женщины в том, чтобы один взрослый человек обслуживал другого взрослого человека. Это в священном писании написано же. Примерно то же самое. Спасибо, я слушаю. Я читаю испанскую газету El País. Значит, на испанском языке издаётся Джордан Петерсон. Известный теоретик маскулинности. Я не знаю, есть ли он на русском, честное слово, не знаю. Может быть, есть, может, нет, не знаю. Значит, он клинический психолог сам по себе. И, как многие клинические психологи из вратов, в смысле, в смысле, такой начинает, начинает социальной психологией заниматься на основе клинической психологии. Это, конечно, безусловно, может быть ошибочно, а может быть и нет. И он издаёт книгу, я не знаю, просто мне трудно судить. Он даёт интервью El País, газете El País. Есть ли кризис маскулинности, спрашивает его корреспондент. Нет, корреспондент К. Берна. Берна Гонсалес. Значит, она спрашивает, если, он говорит, что есть атака на маскулинность, атака на мужественность, которую производят те, кто считают, что существует патриархальная тирания. Вот как ты, например, ты считаешь, что есть патриархальная тирания. Да? Констатирую. Констатирую. К сожалению, не просто там считают. А он говорит, что нет. Он говорит, что нет. И он говорит, что современные иерархические отношения в обществе, все иерархические отношения в обществе, на сегодняшнем западе, по крайней мере, он сам канадец, не основаны на гендерных иерархиях. Их не существует. А он говорит, что существует иерархия компетентности. Только, да? Вот у тебя компетентность делать что-то, например, да? А у твоего партнера, человека, с которым ты живешь, вне зависимости от пола, мужчины там, с высокой вероятностью, мужчины, может быть, женщины, не имеет значения. У тебя, у него другая компетентность. Он, например, там хороший парикмахер. А у тебя ты работаешь в этом самом, в Церне, ты работаешь в Церне, изучаешь микрочистические, а твой партнер, он там хороший парикмахер. Ну, не выдающийся просто. А кто нам убирает? Да, убирается на аутсорсинге, на аутсорсинге. Челядь. Челядь, не челядь, не челядь. Почему? Просто звонишь, но так же, как ты звонишь в Delivery Food какой-нибудь, который тебе доставляет хавку, точно так же ты звонишь, чтобы тебе пришли, убрали. Почему? Зачем это? Ты просто звонишь, тебе приходится добродетельная девушка, которая моментально все окна моет. Почему девушка-то, Сергей? А почему девушка? Я сейчас скажу, сейчас скажу, сейчас скажу, сейчас скажу, нет, я скажу. Я сейчас подумаю. Почему девушка? У меня есть, кстати, полотер, Минт. Это компью, ну, как бы такая штучка, которая сама ползает и растирает. Нет, во мне какой-то мочизм, я согласен. Есть, да. Я согласен с упреком. Я согласен, твой упрек справедливый. Ага, и кроме того, следом я скажу, что ты называешься. К тебе приходит какой-то огромный с волосатыми руками мужичина, Но который очень хорошо умеет убирать. Очень хорошо, но очень долго. Или наоборот приходит как лань гибкая девушка, которая все делает очень быстро. Или как лань гибкий юноша, который тоже все делает очень быстро. Какая грязь. Почему? А нет, как лань гибкий юноша, это туда к священникам. Спасибо. Нет, нам не надо. Хорошо, мы не... Нет, нет, до свидания. Хорошо, лучше пусть девушка. Слушай, значит, я к чему клоню? Он издает эту книгу свою. И он говорит о том, что существует только борьба компетентности или иерархия компетентности. И... Что? Нет, подожди. Да, да, да. На это он по работе говорит. Нет, подожди. Он говорит, до 30 лет. Ну, дай тебе просто конкретный пример. Он же описывает Запад современный. Он говорит, что до 30 лет девушка и юноша, девушка и юноша, они развиваются одинаково. В том числе и на работе. В том числе. Если она не рожает, а она до 30 лет не рожает в его мире, в том мире, в канадском, в испанском мире, она до 30 не рожает. Он говорит, они развиваются одинаково. Сбой в компетентностях, а не гендерный сбой с его точки зрения. Он настаивает, Что это не гендерный сбой, а именно сбой в компетентностях, наступает в связи с материнством. То есть начинается материнство, и ты сбиваешься в компетентности. То есть ты не можешь продолжать столь же удачно. Он говорит, смотрите, вот ей 27 условно. Ей 27. Ей звонят в 3 часа ночи. Потому что у нее компания, и она боится потерять клиента. И она говорит клиентам, что она отвечает на телефонные звонки в любое время суток. Ей звонят в 3 часа ночи, и она отвечает на своем уровне компетентности своему клиенту. Потому что она боится его потерять. Она делает карьеру. А будучи матерью, она, вероятно, не захочет этим заниматься. Ну, она не захочет. Потому что у нее другие заботы, у нее голова настроена на другое. Она думает, есть ли, так сказать, там, есть ли теплые брюки соответствующего размера. А мужчина-то почему об этом не думает? Мне просто интересно, когда она сон становится. Мне просто любопытно. Просто вот это материнство, да, и что вот грудью может кормить действительно только женщина. Ну, так ведь кормление грудью, оно недолгое. Оно 6 месяцев. Ну, так, по большому счету. Ну, может, чуть дольше вот такое необходимое. Потом начинается прикормление. Вы можете давать кто угодно. Мне кажется, что ты подталкиваешь меня к биологизмам. Я рискую, но я дам тебе ответ. Я рискую вызвать критику. Дело в том, что существует гормон окситоцин. Мы биороботы. Мы биохимические роботы. Может быть, ты не в курсе, но это так. Мы биохимические роботы. Так. Существует гормон окситоцин, который вызывает разное действие в мужчине и в женщине. Может быть, ты не знаешь. В женщине окситоцин вызывает три последствия. Три. Это первое, сокращение матки, мощнейшее на окситоцине. Второе, выделение молока. Да. И третье, преданную любовь к ребенку. Настолько преданную, что мать готова пожертвовать жизнью в любую секунду ради ребенка. Но это когда молоко заканчивается, окситоцина меньше. Стоп, 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 стоп. Она уже настроена, все ее рецепторы в организме настроены до того, как ребенок пошлет ее матом в подростковом возрасте. Мать, как больная, носится за ребенком. Она, это гормональная деятельность. Секунду, стоп. Это окситоцин. Дай мне договорить. На мужчин окситоцин тоже действует. Как ни странно, я это изучал. Окситоцин действует на мужчин ровно по-другому. Окситоцин, попав в тело мужчин, вызывает приверженность племени, группе и вражду к нечленам группы. То есть мужчина, вот смотри, в тебе окситоцин вызывает три вещи. Выделение молока, спазмы матки и любовь к ребенку. Три вещи. Одновременно. Значит, в мужчине тот же самый окситоцин никаких спазмов не вызывает, потому что нечему спазмировать. Никакого выделения молока не вызывает, потому что нечему выделяться. Но, тем не менее, выделяет. Доверие некритическое, некритическое к членам группы. Семьи. Семьи или племени, или группы, которые он себя соотносит. Например, группа велосипедистов, группа мотоциклистов, неважно, понятно, да? То есть группы. Он приверженен к членам группы и относится к ним некритично. Наши правы. Наша улица, неважно. Наши правы. И злобу в мужчине, тот же самый окситоцин вызывает злобу к нечленам группы. То есть, понятно, да? То есть мы кунцевские, мы должны бить, там, сказать, резать и убивать сокол. Почему, не знаю. Мы сокол, мы должны резать и убивать, там, щуку и так далее, понятно, да? В мужчине, это, мужчина другой биохимический компьютер. Он мешает надевать, надевать или одевать... Одевать ребёнка. Ребёнка, да, на улице и гулять с ним. Как это мешает? Я не понимаю. Это мешает, потому что женщина заточена этим же самым гормоном на то... Вот, заточена гормоном. Ну как? Гормоном, не ролями. Да нет же, конечно. Да, конечно, да. Его уровень окситоцина падает, когда прекращается грудное вскармливание. Это абсолютно... Потому что грудное вскармливание происходит только благодаря этому окситоцину. Да. Он падает до низких уровней. Он падает. Он падает, и всё. И он такой же становится, как у мужчины. А это техническая работа, которой занимаются женщины? До полового созревания твоих детей, до полового созревания твоих детей, тебя это не отпускает. Ты уже их рабыня. Ты рабыня детей до полового созревания. И даже б ты и дальше, если б тебя не послали куда подальше. Когда тебе скажут, мама, катись-ка ты... Ты тогда только смекнёшь, что ты уже не нужна. Но вот до этого ты просто их рабыня детей. А папа-то почему не рабыня? Я не понимаю. А папа под этим же самым гормоном, дорогая, работает на племя для уничтожения других племён. Мама же тоже ходит на работу. У этого же самого папы. В большинстве случаев. У этого же самого папы есть тот же самый гормон, который действует на уничтожение чужих племён и бой за своё родное племя. То есть у папы другая биология. Я скатился к биологизму. Всё. Мне стыдно. Тащи, сегодня пятница. Я надеюсь, вы забудете об этом до понедельника. Меня критикуют за биологизм. И я, к сожалению, признаю, что меня критикуют справедливо. Но кто меня доводит до биологизмов? Конечно, Аннушка. Ты же довела меня сейчас. Я сказал стыдные вещи. Я сказал стыдную правду, дорогая. Я сказал стыдную правду. Мне ужасно неловко. Но это биологизмы. Это биологизмы. Поэтому извини. Что ты хочешь, я не понимаю. О чём мы вообще говорим? Этот чувак написал книгу. Джордан Петерсон. Про то, насколько равны, на самом деле, условия мужчин и женщин. Он говорит, что только материнство. Только материнство. Но на самом деле, женщина хочет материнства в том числе, согласно Джордану Петерсону, потому что она хочет выйти из борьбы. Она хочет лёгкой жизни. Он так говорит. Ей тяжеловато бороться наравне с мужчинами. И она отскакивает в сторону, в материнство, чтобы, собственно, дезертировать с войны. Это от дезертирства. Простите, у женщин, которые отскакивают из материнства в сторону работы, чтобы дезертировать уже, наконец, от этого всего бесконечного совершенно оборота. Он в сущности говорит это. Он говорит со всей очевидностью, что это женщины. Они до 30 лет дерутся наравне с мужчинами. А потом он просто становится лениво. И они отскакивают в лёгкую жизнь, в ракушечку свою, в материнство. Это, в сущности, дезертирство. Они дезертируют с трудового фронта. Понимаешь? И перекладывают всю ответственность на мужчин. И это чуть ли не подло с их стороны. Вот так пишет же. Да, нет, слушай, он интересный. Он ещё говорит о том, что примерно 260 миллионов лет назад, 260 миллионов лет назад, сейчас прочитаю, где-то... Нет, 350, прости. 350 миллионов лет назад самка омара, лангуста, не знаю, омара, лангуста, значит, начала работать на социальную организацию среди лангустов. А какова же это социальная организация? Чем же обернулась. Они стали лангустами, дорогая. Вот че. Слушай, послушай меня. Шмарка. Он бежит. Примерно 350 миллионов лет назад самки лангустов стали выбирать лучших самцов для того, чтобы... Самцы боролись за территорию, а самки заходили на ту или иную территорию, выбирая более мощных самцов. Кстати, Галя, ты знаешь, что у зебр существует два вида зебр. Ты изучала когда-нибудь зебр? Чёрно-белые, белочёрные такие. Мне просто интересно, какой вид. Есть обыкновенная вульгарис, а есть грэви. А грэви это что такое? Ну, тоже другая порода. Так вот, одна из них водит табуны, как лошади. Ну, жеребец водит табун, выбивая сыновей и оставляя себе дочерей и жён, так сказать. Это обычная лошадиная тактика. А есть вторая порода, я теперь забыл, может быть грэви, который самец чисто держит поле. Чисто держит поле. И те самки, которые зашли на это поле, его. А которые самки покинули поле, не его, точка. То есть, на самом деле, он дерётся только за территорию. Не за табун. На табуну ему плевать. Он внутри этой территории. Вот это его поле, точка. Это прям хорошая задача для теста. И так же делают лангусты. И так же делают лангусты. Кстати говоря, товарищи, подумайте, какой зебрый вы самец. Какой вы самец зебры. Вы водите табун по разным территориям. Или вы держите территорию. А которые самки туда зайдут, ваши. Вот подумайте. Красно. В движении. Подъём. В движении. Да, это интересный вопрос. Спасибо тебе большое. 27 килограмм в час в центр. Народ едет. 38 килограмм в час из центра. Сегодня из центра тоже уже трудновато едется. Обратите внимание. Значит, МКАД-Юг внутренний 7 баллов. Очень тяжёлый. Общая загруженность по Москве 5 баллов. Мы пойдём и проживём её. Эту пятницу. 16 ноября. Подъём.